Глаза его испустили золотое сияние, которое пронеслось по всему помещению, прежде чем рассеяться. На самом деле во всем этом месте нет и следа того человека брови этого предельного существа нахмурились, очевидно, не в состоянии принять тот факт, что единственный муравей, подобный человеку, может вырваться из их хватки. Хав. Линьфан глубоко вздохнул. Это было близко. Когда он изо всех сил осматривал все вокруг, то почти боялся, что его могут обнаружить. Но, судя по ситуации прямо сейчас, казалось, что другая сторона вообще не замечала его существования. Ха-ха. Система это действительно система. Подумать только, что даже предельное существо не сможет обнаружить скрытую ауру моего скрытого режима. Похоже, это был правильный шаг для меня, чтобы культивировать этот скрытный ход в прошлом. Сколько раз я выходил из челюстей смерти только на основе этого навыка. Эй вы, никчемные свиньи, выходите. Но Линьфан недолго радовался, когда раздался этот яркий голос, заставивший задрожать всю пустоту. Голос был похож на острое лезвие, которое разрезало пустоту слой за слоем. В мгновение ока Линьфан вздрогнул. Эти острые лезвия, которые разрезали пустоту, каким-то образом приблизились к тому, чтобы появиться прямо перед лицом Линьфана внезапно. Воля небес открыла меня. Тело Линьфана ловко вспыхнуло, когда он вынырнул из пустоты. Стоя лицом к лицу с пятью высшими существами, он чувствовал, что вот-вот сломается. Черт возьми! Похоже, что этот человек был здесь все это время. И что же это за умение так глубоко спрятать свою ауру и избежать нашего обнаружения? Как только мы возьмем его позже, мы должны будем заставить его сделать это умение из него. Поскольку он убил святого, то должен был заполучить все его сокровища. Пока мы его убиваем, мы можем получить все это. Внезапно, тысячи кулаков были осыпаны дождем из пяти предельных существ. В случае с могущественными существами такого уровня, любой кулак мог бы разбить целый мир сам по себе. Похоже, я могу только дать ему шанс сразиться с ними. Если я этого не сделаю, то у меня не останется ни малейшего шанса. Я буду безраздельно властвовать над восемью пустынями. С этим единственным движением, все его боевые искусства сошлись в одной точке. С системой очки опыта были единственной вещью, необходимой для Линфан, чтобы выровнять. Тем не менее, Линфан также украл кучу сущностей, духа и жизненной силы у могущественных существ, которых он убил. Таким образом, силы его фонда также достигли действительно берсеркового состояния. В пределах того же самого состояния культивирования он мог рассматриваться как непобедимое существование. Это не было бы проблемой для него, чтобы пересечь пробелы уровня и бороться. Линфан знал, что этот его единственный удар, который обладал всеми его способностями, возможно, не смог бы сдержать предельных существ древней расы. Действительно ли я должен зависеть от сутры неба и земли в этот момент? Если только не было другого выхода, Линфан не хотел им пользоваться. Однако после убийства святого Линфан получил один триллион таблеток Шиньяна. Это, несомненно, было радостным достижением, достойным того, чтобы его отметить. Но именно в этот момент ужасающая сила пронзила его насквозь. Линфан поморщился. Эту силу было невозможно остановить. Если бы он не использовал сутру неба и земли, он действительно не смог бы защититься от этого. День система успешно проанализировала древний жертвенный алтарь святого. День получена новая функция. Сожги полтриллиона таблеток Шиньяна, чтобы открыть барьеры между бесконечными мирами и телепортироваться в другой мир. В тот момент, когда Линфан услышал уведомление с системы, его сердце взорвалось от радости. Твою мать! Это не могло быть более своевременным. Глава 770. Великие перемены в мире Сюаньхуэн с этой самой сильной атакой пяти предельных существ. Они были склонны полностью сокрушить Линфана. Но они поняли, что они пробивались в разреженном воздухе. Их свирепые атаки заставляли всю пустоту заполняться дырами. Однако этот человек уже давно растворился в воздухе. А куда он опять пошел? Высшие существа были так разгневаны, что могли взорваться прямо сейчас. Подумать только, они вот-вот доберутся до него, а он опять исчез. Как можно было не прийти от этого в бешенство? Пять высших существ одновременно повернули свои головы к пустоте, надеясь, что воля небес может дать им какое-то руководство. В этот момент небесная воля молчала. На этот раз этот человек исчез полностью, а не просто прятался, как раньше. Древний святой жертвенник. Мог ли этот человек использовать силы древнего святого жертвенного алтаря? Таково было предположение, вынашиваемой волей небес. Однако он почти сразу же это отрицал. Древний святой жертвенник был способен соединяться с бесконечными мирами, позволяя путешествовать по ним. Однако, если бы кто-то захотел отправиться в один из этих миров, он должен был бы установить связь с древним святым жертвенным алтарем, прежде чем сможет совершить телепортацию. Этот человек только что добрался до древнего святого жертвенного алтаря. Как же он мог уже воспользоваться ее возможностями? Но, ради всего святого, это не имело значения. В конце концов, не так уж много времени пройдет, прежде чем откроются бесконечные миры. К тому времени каждый отдельный мир будет доступен для его использования. Даже если этот человек мог бы получить древний жертвенный алтарь святого на данный момент, он в конечном итоге вернется в его руки однажды. Линьфан прошел через интенсивные спирали по всему месту. Даже если его состояние культивации теперь было небывалым, у него все еще было головокружение и тошнотворное чувство. Сжигание полтриллиона таблеток Шиньяна может позволить мне путешествовать по мирам. Может быть, причина, по которой система ничего не сказала сейчас, заключается в том, что она проводила исследования на этом древнем святом жертвенном алтаре. Когда Линьфан открыл глаза, он увидел, что этот мир выглядит таким знакомым. Ах, кажется, что дух ци в мире к Суанхуанг настолько тонкий. Назад, когда Линьфан был в мире Суанхуан, Линьфан не чувствовал, что было что-то другое о духе ци. Однако теперь, когда он вернулся сюда, он понял, что дух ци здесь не был даже одной тысячной от древнего святого мира. Еще когда он путешествовал по мирам, таблетки Шиньяна, которые накапливались как крошечная гора, были полностью сожжены в дракона Шиньяна, который хлынул в древний жертвенный алтарь святого. И, как будто это было гигантское дерево, ветви протянулись от древнего святого жертвенного алтаря, проникая в пустоту, прежде чем соединиться в миры один за другим. Всего лишь одной мысли было достаточно для Линьфана, чтобы решить, куда он хочет пойти. Прошло около пяти лет с тех пор, как Линьфан достиг древнего святого мира. Естественно, он хотел вернуться в мир Сюаньхуан, чтобы посмотреть. И, самое главное, он хотел привести с собой несколько человек. Как только бесконечные миры откроются, все тысячи миров снаружи наверняка будут в какой-то беде. Даже если бы кто-то создал запечатывающий барьер, чтобы предотвратить вознесение или перекрыть путь в вечность, это не имело бы никакого значения. В конце дня можно было только сидеть и ждать смерти. Линьфан огляделся по сторонам. Это был сочный лес, где стояли вертикально древние старые деревья, покрывая все небо. Ослепительно сияющее солнце могло только просачиваться сквозь крошечные трещины между густыми линиями деревьев, с небольшими лучами здесь и там. Тьфу, тьфу. Это был звук ветра, а также шелест листьев. Однако Линьфан тоже услышал торопливые шаги. Сейчас выражение лица Линьфана было странным. Не может быть, чтобы он столкнулся с чем-то большим в тот момент, когда вернулся, верно. Линьфан поднял голову, и все, что он мог видеть, это какой-то конфликт, происходящий в отдалении. Даже если аура была не такой уж сильной, это было, по крайней мере, перецелестиальное состояние культивирования. Но для Линьфана прямо сейчас, будь то перецелестиальные, малые небесные или большие небесные существа, все они были муравьями. Если бы он столкнулся с чем-то подобным в прошлом, то определенно спрятался бы в темноте, прежде чем пытаться прокрасться внутрь. Однако в голове нынешнего Линьфана таких мыслей уже не было. Они все были слишком слабы, настолько слабы, что он практически лишился дара речи. Вор. Покалечив молодого хозяина нашей семьи, ты уже совершил дерзкий грех, который невыносим в этом мире. Если вы не хотите, чтобы ваша секта была уничтожена, вам лучше сдаться и вернуться вместе со мной, чтобы получить свое наказание. Там стоял пожилой человек с острым взглядом и поразительной аурой. Несмотря на то, что его тело было немного старше, он все еще стоял очень высокий. Его поза была сродни обнаженному мечу, который он держал вертикально. Две девушки в золотых доспехах в этот момент были окружены группой солдат. Лицо пожилого человека было мрачным, и от него исходила леденящая аура. Он дразнил и использовал в своих интересах мою младшую сестру. Он сам напросился на этого. Этот момент молодая девушка с решительным лицом стояла против всех них без малейшего страха. Однако в этот момент ее глаза были серьезны. Молодая девушка с маленьким телом была защищена этой девушкой прямо сейчас. Хотя она выглядела невероятно восхитительно и захватывающе, каждое ее действие было кротким и нежным. Хаэм. Пожилой человек взмахнул своими одеждами и посмотрел прямо на них обоих. Тебе лучше сдаться прямо сейчас. В противном случае, вся секта Флаверстриам будет уничтожена из-за вас, ребята. В тот момент, когда он заговорил об уничтожении секты, тон пожилого человека стал еще более тяжелым, поскольку зловещая аура загремела. Похоже, он вовсе не шутил по этому поводу. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Иди на меня, если у тебя хватит смелости. Зачем ты впутываешь мою секту? Может быть, именно так семья Ван ведет свои дела? Сердце Цинью Ио было в бешенстве. Она никак не ожидала, что молодой человек, который посмел издеваться над ее младшей сестрой, будет молодым хозяином семьи Ван из города Небесной Горы. Секта Флаверстриам была небольшой сектой, которая только начала прогрессировать в секту среднего размера в последние годы. Для любой секты самые влиятельные семьи в светском мире были бы не более чем мелкими креветками, которых они могли бы легко угнетать. Но эта семья Ван была другой. Легенда гласила, что семья Ван имела огромную поддержку. Независимо от того, насколько сильна была секта, они всегда будут уважать семью Ван. И даже если бы это была какая-то из могущественных сект, даже они не могли бы сравниться по силе с семьей Ван. Хэм, что же это за почтенное существование для молодого хозяина моей семьи? И ты думаешь, что можешь вот так просто искалечить его? Даже вся ваша секта цветочного ручья не стоит ни одной пряди волос моего молодого хозяина. Не думайте, что только потому, что ваша секта Флаверстриам имеет поддержку секты Цзюсия, наша семья Ван не сможет ничего с вами сделать. Я хочу, чтобы вы знали, что хозяин вашей семьи имеет чрезвычайно глубокие отношения с сектой святого дьявола. В тот момент, когда пожилой человек заговорил о своем семейном хозяине, его глаза засияли с беспрецедентным блеском. И когда он говорил о секте святого дьявола, его глаза горели даже с пылким блеском. Тьфу. В этот момент пустота разверзлась, и из нее появилась фигура. Гроссмейстер. Когда Циньюэр увидела, кто это прибыл, ее сердце подпрыгнуло от радости. Хотя она и не могла сравниться с этим пожилым человеком, теперь, когда ее гроссмейстер был здесь, все будет намного безопаснее для нее. Экономка Лонг. Пожилая дама, которая несла в пустоте трость, почтительно поприветствовала пожилого человека. Старая леди Флауэрстрим, ты тоже будешь иметь право голоса в этом деле. Хотя наша семья Ванг не запугивает других с готовностью, это не значит, что мы позволим другим запугивать нас тоже. Заговорил пожилой человек. Как только Циньюэр услышала это, ее сердце наполнилось презрением. Что же это такое было в семье Ванг, которая никого не запугивала с готовностью? Ха-ха. Можно было просто отправиться в город Небесной Горы и расспросить всех вокруг, чтобы узнать, как много людей было запугано молодым мастером семьи Ван. Старая леди Флауэрстрим посмотрела на своих учеников. Ее глаза сияли с напряжением беспомощности. Юэр, я думаю, что вы оба должны отправиться в семью Ван. Циньюэр изначально думал, что гроссмейстер собирается им помочь. Подумать только, что она попросит их переехать в семью Ванг. Ты это? Великий магистр. Молодой хозяин семьи Ван был тем, кто издевался над младшей сестрой здесь. Это единственная причина, по которой твой ученик, я, решил нанести удар. Циньюэр закричал. Она хотела знать, какая именно часть ее поступка была на самом деле неправильной. Но для старой леди Флауэрстрим это был вопрос, над которым она не имела власти. Семья Ван была не из тех, кого можно обидеть. Определенно нет. Как полноправная женская секта, секта цветочного потока была целью многих других различных сект. Это не для защиты секты Цзюсия, они бы уже давно были разграблены и уничтожены другими сектами. Но теперь эта семья Ван была далеко необычной. Даже если бы это была секта Цзюсия, они не могли бы выйти, чтобы защитить секту цветочного потока. Старая леди Флауэрстрим, вы можете быть спокойны по этому поводу. Мы определенно не будем вовлекать вашу секту Флауэрстримом. Что же касается этих двух твоих учеников, то я верну их и заставлю принять наказание главы нашей семьи. Заговорил пожилой человек. Я умоляю домоправительницу Лонг пощадить жизни моих двух учеников. Больше старая леди Флауэрстрим ничего не могла сказать. Этот роман не был чем-то таким, что она могла бы контролировать. Мощь другой стороны была подавляющей. С семьей Ван шутить было нельзя. Глава 771. Это признаки злодея. А, это странно. Это же странно. Почему у меня сейчас такое чувство, что я побочный ущерб? По какой-то неизвестной причине Линфан чувствовал, что этот вопрос имел какое-то отношение к нему. Но этого не должно быть. Ваш покорный слуга был таким низкооплачиваемым человеком, который чрезвычайно принципиален, когда речь заходит о том, чтобы делать вещи, и никогда бы не совершил преступления. Семья Ванг? Секта Святого Дьявола? Секта Цзюсия? Ну, Линфан не мог отрицать, что последние два имени действительно имели к нему какое-то отношение. Но что же это за имя такое? Что за херня была эта семья Ванг? Линфан никак не мог этого понять. Но, так как этот пожилой человек уже захватил этих двух цыплят, Линфан мог бы также просто следовать за ним и проверить, какова была ситуация. Город Небесной Горы. Этот город изначально был таким же, как и любой другой, и не был так уж знаменит. Однако за последние несколько лет они быстро прогрессировали и теперь стали одним из крупнейших городов во всем мире Сюаньхуан. Ребята, смотрите. Они поймали этих двух девочек обратно. Хыз, какая трагедия. Интересно, как им придется страдать за оскорбление семьи Ванг? Вот именно. Эти две девушки последовательницы секты Цветочного потока. Однако, по сравнению с семьей Ванг, секта Флаверстриам это просто малыш. Там нет никакого способа, чтобы собрать их вместе на всех. И посмотрите сами. Разве это не гроссмейстер секты Цветочного потока? Судя по всему, она здесь, чтобы помочь им молить о прощении. По пути в город Небесной Горы толпа начала шуметь в дискуссиях. Это было незадолго до того, как эти две захваченные девушки были доставлены в семью Ванг. Что касается Линфана, то он стоял рядом с семьей Ванг и был поражен, когда увидел двух каменных львов. В каменных львах таилась какая-то таинственная скрытая сила. Даже при том, что сила была практически незначительна для Линфана, это было то, что никто из мира Сюаньхуан не мог противостоять вообще. Твою мать! Я только что вспомнил об этом. Разве это не благословение Небесной Воли? Семья Ван. Ван Сиалиу. В этот момент, Линфан наконец-то вспомнил некоторые встряски обратно в него. Проведя пять лет в Древнем Святом Мире, он уже давно забыл о некоторых вещах. Теперь, когда он снова был в знакомом месте, это пробудило некоторые воспоминания в его сердце. Твою мать! Мощная поддержка семьи Ванг, о которой они говорили, не говори мне, что это я. Внезапно Линфан вспомнил этот инцидент. Линфан смутно помнил, что перед тем, как покинуть это место, он позволил Небесной Воле благословить семью Ванг и подавить любые слабые существа, которые осмелились бы пойти против них. Вернувшись в секту, Линфан дал обещание, поэтому для него было вполне естественно выполнить свое обещание. Но теперь, когда он подумал об этом более ясно, те слова, которые он сказал, были чрезвычайно безумны. Благословение Небесной Воли. В мире Сюаньхуан Воля Небес была самым большим боссом из всех. Чтобы иметь возможность получить благословение Небесной Воли, разве их силы не были бы просто богоподобными? Твою мать, этот Ван Си Алиу, должно быть, сделал все виды плохих вещей, в результате чего все возмездие кармы, которая в конечном итоге приходит к вашему истинному. Вот почему твой покорный слуга счел это странным. С тех пор, как я отправился в древний святой мир, у меня вообще не было хорошего дня. Меня либо преследовало это, либо преследовало то, как будто я родился с одним адским лицом, достойным насмешек, в пределах гостиной. Глава семьи Ван сидел в середине стола. На правой стороне были делегаты от семьи Ван, которые все были довольно сильными. Были даже некоторые из них, которые имели более высокие состояния Небесного культивирования. Глухой звук. Экономка Лонг бросила Цинью и другую девушку. Глава семьи, я привел их обратно. Почтительно поздоровался пожилой человек. Утвердительный ответ. Глава семьи Ван кивнул головой. Затем он на мгновение посмотрел на двух девушек, прежде чем медленно поставить свою чашку с чаем. Девочки, вы знаете, что этот ваш единственный удар чуть не лишил жизни моего сына. Хэм. Он заслужил бы смерть. Цинью и Р вскинула голову и холодно усмехнулась. Наглый. В тот момент, когда экономка Лонг услышала эти слова, он был разгневан и хотел поднять руку, но был остановлен главой семьи Ван. Ты не должна вести себя так лицемерно. Если ты хочешь убить меня, то сделай это. Я, Цинью и Р, женщина, которая несет ответственность за свои действия. Это не должно касаться никого другого. Юэр. Что ты говоришь? Ван глава семьи. «Поскольку она просто невежественная молодая девушка-подросток, пожалуйста, пощадите ее жизнь», — заговорила старая леди Флауэр Стрим. Линьфан оставался скрытым в пустоте и наблюдал за всем, что происходило перед ним. Он не мог сдержать вздоха. У этой цыпочки был очень горячий темперамент, черт возьми. Но теперь, когда он не видел этого парня уже довольно много лет, Ван Си Алиу действительно выглядел довольно кем-то сейчас, надевая мантию главы семьи. А Ван Си Алиу был все тем же старым Ван Си Алиу из прошлого, без особых изменений. Казалось, что единственный, кто изменился, должно быть, это его сын. «Молодой господин, молодой господин, твои раны еще не зажили». Как раз в этот момент в гостиную ворвалась какая-то фигура. «Ты вонючий говнюк, как ты посмел обидеть меня». Как только он услышал, что женщина-преступница, покалечившая его, была схвачена, Ван Си Амин в гневе поспешил к нему заткнуться, взревел глава семьи Иван. Однако Ван Си Амин нисколько его не боялся. «Отец мой, мы уже захватили их в плен. Ты должен отомстить за меня. Наша семья Ван не из тех, кого можно так легко запугать», — закричал Ван Си Амин. Линь Фан посмотрел на стоящего перед ним Ван Си Амина. На мгновение или около того он не мог связать этого человека перед собой с воспоминаниями о том маленьком мальчике в своей голове. Как он мог так сильно измениться всего за пять лет? Мир Сюань Хуан придавал первостепенное значение боевым искусствам. Поэтому, когда большинству детей было около 12 или 13 лет, кровь в их телах начинала урчать, что приводило к быстрому росту, с которым они к тому времени выглядели как взрослые. Перецелестиальное состояние культивирования нижнего уровня. Кажется, что все это пошло к собакам. Глядя на поведение Ван Си Амина из пустоты, Линь Фан отрицательно покачал головой. Однако, чтобы этот парень был таким высокомерным и деспотичным и все же остался жив после всего этого, похоже, я тот, кто сыграл большую роль в этом. Линь Фан смутно припоминал, что пять лет назад, когда этот парень называл его дядей, именно в этот момент его практически несуществующее состояние внезапно взмыло в небеса. С этого момента он был благословлен удачей, которая сделает его несравненным. Если бы он встретился с богами, то убил бы их. Если бы он встретился с буддами, он бы убил будд. Ван Си Амин. То, что происходит вокруг, приходит вокруг. Это и есть путь кармы. Вы обязательно получите свой цинь. Юэр проклял его в гневе. Карма? Я, Ван Си Амин, никогда не боялся кармы. Ван Си Амин холодно усмехнулся, прежде чем обернуться. Отец, я собираюсь запечатать ее состояние культивации. Отдай ее мне, молодой мастер Ван, пожалуйста, дайте этой старой леди хоть какое-то лицо. В тот момент, когда старая леди Флауэр Стрим увидела все, что происходит, она не могла не заговорить. На этот раз я никому не покажу свое лицо. Этот сукин сын ударил меня так сильно, что я чуть не потерял свою жизнь. Ван Си Амин пренебрежительно махнул рукой, не выказывая им никакого уважения. Не подходи ко мне, когда... Цинь Юэр увидел, как Ван Си Амин пробирается к ней, она зарычала в гневе. Хэм, ударить меня? Я дам вам знать позже, каковы последствия избиения меня. Ван Си Амин холодно рассмеялся. Глядя на поведение собственного сына, Ван Си Алиу не мог не покачать головой и вздохнуть. Он хотел говорить громче. Теперь, когда его сын был в порядке, он не собирался продолжать этот вопрос дальше. Но именно в этот момент Ван Си Алиу был ошеломлен. Цинь Юэр холодно рассмеялась, когда ее аура начала подниматься. В то же время вокруг ее тела плавали какие-то белые таблетки. Цзюся божественные таблетки грома. В тот момент, когда все присутствующие увидели эти несколько белых таблеток, цвет их лиц исчез. Это Цзюся божественные таблетки грома были оружием секты Цзюся. Если бы они взорвались, то еще большие небесные существа получили бы некоторый урон. Ты гедонистическое существо. Ты пойдешь со мной к черту Цинь. Юэр уже приняла решение. Если бы она попала в руки этого гедониста, то даже не осмелилась бы представить себе свое состояние. С таким же успехом она могла бы самоуничтожиться здесь. Если бы она могла взять его с собой, это было бы к лучшему. Сынок, берегись. Ван Сиалию мгновенно вскочил на ноги. Его состояние культивации было не таким уж высоким. Несмотря на то, насколько необычным был статус семьи Иван, состояние культивирования Ван Сиалию было не более чем перед целистиальным нижним уровнем прямо сейчас. Если бы эти благочестивые таблетки грома Цзюсия взорвались, кроме великих небесных существ, присутствующих здесь, все остальные могли бы, вероятно, умереть. Действительно, обезумевшая женщина была самой страшной вещью во всем мире. Господин, ваш ученик здесь не хочет страдать в унижении с младшей сестрой здесь. Это единственный выход Цинь. Юэр посмотрела на старую леди цветочный поток со слезами на глазах, когда она яростно откнула Цзюсия божественные таблетки грома. Уже слишком поздно. Все делегаты от семьи Иван хотели подавить эту власть, но теперь уже было слишком поздно. Когда Линьфан увидел все, что было перед ним, он не смог удержаться и беспомощно покачал головой. Щелкнув пальцем, вся пустота застыла. Божественные таблетки грома Цзюсия, которые должны были вот-вот взорваться, упали на землю, такие же совершенные, как и раньше. Как это может быть? В этот момент лицо Цинь Юэя было ужасно бледным. Она не ожидала, что все так закончится. Экономка Лонг резко вернулась к своим чувствам и сразу же удержала Цинь Юэр. Ты проклятый сукин сын, как ты смеешь тащить сюда своего молодого хозяина до самой смерти Иван. Сиамин был разгневан прямо сейчас, когда он бросил удар в сторону Цинь Юэя. Цинь Юэй расторожно закрыла глаза, как будто надеялась на быстрое освобождение. Но именно в этот момент раздался голос юного гедониста мастера. Отпусти меня. Отпусти меня. Казалось, что это была невидимая рука, которая схватила Ван Сиамина, чтобы повесить его в пустоте. Его ноги оторвались от земли, и он не мог даже пошевелиться. Кто же это? В этот момент все были поражены. Подумать только, что здесь кто-то прячется, а они ничего не чувствуют. Хайс. Глава 772. Ах, Сиамин, ты заходишь слишком далеко. Этот единственный вздох прозвучал как гром, который раздался в сердцах всех присутствующих. Цинь Юэй быстро оглядела пустоту, пытаясь найти этого таинственного человека. Среди нынешней толпы не было недостатка в большей небесной полной культивации государства могущественных существ. На самом деле, была даже пара из них, которые культивировали более десяти цепей линии электропередач. Но, несмотря на это, не было никого, кто мог бы определить местонахождение другой стороны. С каких это пор такое могущественное существо существует в мире Сюаньхуан? Сэр, могу я узнать, кто вы такой? Не могли бы вы представиться? Ван Сиалию посмотрел в пустоту и сжал кулаки. В том, что касается безопасности его собственного ребенка, Ван Сиалию все еще был достаточно уверен. В то время как было очевидно, что он был в руках другой стороны прямо сейчас, Ван Сиалию узнал, что небесная воля Сюаньхуан Радля наблюдала за семьей Ван. Если бы существовала хоть какая-то опасность для их жизни, то воля небес в конечном счете должна была бы защитить их потомков. Все присутствовавшие делегаты переглянулись между собой. Они слышали только этот единственный вздох, но не могли найти никаких следов другой стороны вообще. Это было слишком недоверчиво в их умах. Старина Лю, даже ты этого не чувствуешь? Почтительно спросил один из делегатов пожилого человека, стоявшего рядом. Этот пожилой человек имел самое высокое состояние культивирования из всех присутствующих, с полными 12-ю цепями линии энергетической сети к его имени. По сравнению с теми старшими старейшинами великих сект, он был бы не намного слабее. Но сейчас даже старый Лю хмурился. Неизбежно это заставило всех чувствовать себя довольно пораженными. Глядя на все перед собой, Линь Фан не мог не чувствовать раздражения в своем сердце. Этот Ван Сиамин, должно быть, был пьян от власти. Из всех хороших вещей, которые он мог узнать, он в конечном итоге научился вести гедонистический образ жизни. Если бы не тот факт, что ваш покорный слуга прикрывал его спину, он бы уже давно был убит на улице. К Си Алиу. Внезапно голос снова загремел из пустоты. Однако на этот раз все были по-настоящему ошарашены. Си Алиу. Так звали главу семьи Ван. Но с тех пор, как семья Ван стала такой влиятельной, никто не осмеливался называть его этим именем. Это было потому, что само название звучало так безвкусно. Лицо Ван Си Алиу изменилось. Казалось, что-то не давало ему покоя в затылке, и он пытался вспомнить это. Шинг. Пустота задрожала. Линь Фан был готов отправиться и взять на себя ответственность за эту сцену сейчас. И когда истинное тело Линь Фана наконец выбралось из пустоты, все делегаты, присутствовавшие в семье Ван, выскочили вперед и окружили его. Цинью Иер посмотрела на эту благородную фигуру перед собой. Даже при том, что другая сторона не говорила вообще. Эти длинные волосы, которые трепетали на ветру, глубоко пленили ее сердце. Он единственный, кто спас меня. Но кто же он такой в этом мире сердце Цинью Иер было смущено, поскольку она не могла помочь, но начала воображать вещи. Прямо сейчас состояние культивации Линь Фана было божественным небесным уровнем 9-8 пустынных Соединенных Штатов. Аура, которую он излучал, была далека от любых нормальных существ. Всюду, где бы он ни стоял, он, естественно, становился центром притяжения для всего мира. А ты кто такой? Почему ты здесь, в семье Ванг, ведешь себя так нагло лица? Делегатов прямо сейчас были настороженными. Они знали, что этот молодой человек перед ними был далеко не прост. Вы все расступитесь. В этот момент Ван Си Али У оттолкнул от себя толпу, с волнением глядя на этого человека. Это знакомое лицо было тем, что Ван Си Али У не забудет до конца своей жизни. Но теперь, когда он снова появился перед ними, Ван Си Али У почувствовал себя таким нереальным. С тех пор, как семья Ван была основана, Ван Си Али У пытался вынюхивать новости. В конце концов, он узнал все, что ему нужно было знать. Поэтому он считал, что у него никогда больше не будет возможности встретиться с этим человеком до конца своей жизни. Но подумать только, что он снова появится перед его глазами таким реалистичным. Глава семьи Ван, будь осторожен. Старый Лю осторожно предупредил его. Старый Лю был полон благодарности к этому главе семьи Ван. Еще когда его преследовали, он сбежал сюда и сумел найти убежище у семьи Ван. С тех пор он стал одним из их делегатов. В то же время, семья Ван даже произвела большое количество ресурсов для него, чтобы культивировать. Это было то, что старый Лю никогда не сможет вернуть. Ван Си Али У отмахнулся. Все в порядке. Если бы он действительно хотел убить меня, то не было бы никого в этом мире, кто мог бы остановить его. В тот момент, когда эти слова Ван Си Али У были произнесены, массы были поражены еще раз. После этого они посмотрели на этого молодого человека с огромным любопытством. Кто в мире этот молодой человек такой, чтобы глава семьи Ван говорил такие слова? В мире Сюань Хуан не должно быть никого с такими способностями, верно? Большой брат. Глаза Ван Си Али У покраснили, когда он заговорил хриплым-хриплым голосом. Ну и что же? В этот момент всем показалось, что они ослышались. Как только что глава семьи Ван назвал этого молодого человека. Старший брат. В этот момент все внимание было обращено на Линьфона. Это было нечто невообразимое. В этот момент сердце Цинью Иер внезапно упало. Подумать только, что этот молодой человек может быть знаком с семьей Ван. Это дядя Линь, Ван Си Амин, которого подвешивали в воздухе, внезапно пришел в себя. Затем он с недоумением посмотрел на этого молодого человека. Поток эмоций вырвался из его сердца, в то время как ряд образов хлынул прямо в его разум. В этот момент Ван Си Амин наконец вспомнил. Дядя Линь. Я Си Амин. Надо мной издевается этот вонючий ублюдок. Ты должен заступиться за меня. Хотя Ван Си Амин встречался с дядей Линьем всего один раз в жизни, он всегда будет помнить одну вещь. Когда он был маленьким, дядя Линь однажды ласкал его голову. И это именно потому, что вы Си Амин, что у вас даже есть возможность говорить прямо сейчас. Иначе вы уже были бы мертвым трупом. Сурово выругался Линь Фан. Он не ожидал, что всего за несколько лет отсутствия этот некогда чистый и невинный Ван Си Амин превратится в гедониста. Это было слишком безмолвно для Линь Фан. Дядя Лин, пожалуйста, не пугайте меня. Си Амин теперь знает о своих ошибках. Как только он услышал эти слова, то разрыдался. Это было особенно важно после того, как он увидел суровое выражение лица Линь Фана. Это так напугало его, что его маленькое сердечко бешено колотилось. Когда Линь Фан увидел ситуацию перед собой, он усмехнулся. Был ли этот мальчик гедонистом или нет, ему было все равно. В конце концов, он тоже не был таким уж хорошим человеком. Ну и что с того, что этот мальчик оказался гедонистом? Линь Фан усмехнулся и пошел вперед, прежде чем похлопать Ван Си Амина по голове, как тогда, когда он был маленьким ребенком. Это было очень знакомое чувство для Ван Си Амина. Динь обнаружил вечно ненавистное тело обреченного ребенка. Линь Фан хотел что-то сказать, но внезапно замолчал. Его спокойное сердце внезапно снова начало бешено колотиться. О чем вообще говорит эта система? Вечно ненавистное тело предопределенного ребенка. Во Вселенной есть много живых существ, которые несут с собой силу Вселенной. Тот, кто соберет огромное состояние, будет считаться обреченным ребенком. Существует мириады различных типов предопределенных детских тел. Но среди всех этих обреченных детей у них есть обреченный враг. Этот обреченный враг будет рожден с насмешливым лицом, который позволит всем обреченным детям работать изо всех сил, чтобы поднять свои собственные государства культивирования. И это вечно ненавистное тело предопределенного ребенка. Твою мать. Линь Фан был ошеломлен. Это был первый раз, когда он столкнулся с таким типом тела. Однако это было не совсем так, как мог Ван Си Амин обладать таким типом телосложения. Линь Фан внимательно оглядел Ван Си Амина. И в этот момент Ван Си Амин почувствовал, как его волосы встают дыбом, испытывая от этого неприятное чувство. Вот именно. Должно быть, потому, что тогда я дал Ван Си Амину слишком много денег. Как говорится, слишком много хорошего это тоже плохо. Изначально, при поддержке вашего покорного слуги, Ван Си Амину было суждено вести жизнь главного героя. Однако, поскольку я дал ему слишком много, это привело к противоположному эффекту, и теперь он является предназначенным врагом из всех назначенных детей там. Для всех обреченных там детей Ван Си Амин был просто как хлыст. Время от времени он набрасывался на них с кулаками, позволяя им раскрыть свой потенциал и упорно работать над собой. Чтобы доказать эту теорию в своем уме, Линь Фан бросил свой взгляд на Цинь Юе. И этого единственного взгляда было более чем достаточно, чтобы доказать догадку Линь Фана. Потенциал Цинь Юе был чрезвычайно высок, и глубоко внутри нее было напряжение сознания, которое дремало. В то же время ее несгибаемый характер вполне соответствовал тому, чтобы быть обреченным ребенком. В этот момент Линь Фан потерял дар речи. Подумать только, что все обернется именно так. Однако это не заняло много времени, прежде чем разум Линя Фана начал кружиться, как он только что придумал грандиозный и амбициозный план. Глава 773. Адский переполох. Дядя Лин, пожалуйста, отпусти меня. Когда Ван Си Амин, который был подвешен в воздухе, увидел ту усмешку, которая появилась на лице его дяди Линя, он почувствовал, что его сердце замерло. По какой-то неизвестной причине у него было очень плохое предчувствие. «Заткнись, нефилим сын», — взревел Ван Си Алиу. Затем он предстал перед Линь Фаном с лицом, полным упрека. «Старший брат, все, что сейчас есть у этого младшего брата, было дано мне тобой, старший брат. И все же, я закончила тем, что воспитала такого нефилиального сына. Это все моя вина, старший брат». Делегаты от семьи Ванг внимательно слушали их разговор. Когда они услышали эти слова, исходящие от главы семьи Ванг, все почувствовали, как их сердца задрожали. Все, что есть у семьи Ванг, было дано им этим человеком. Может ли этот человек быть? Внезапно все присутствующие почувствовали, что их разум никак не может примириться со всем, что происходит прямо сейчас. Возвышение семьи Ванг было действительно таинственным. Тем не менее, задняя часть позади них была еще более загадочной. Ходили даже слухи, что они имели благословение самой небесной воли. Однако эти делегаты семьи Ванг знали, что все слухи были правдой. Семья Ванг действительно имела благословение небесной воли. Мало того, они даже слышали, как глава семьи Ванг упомянул, что именно его старший брат позволил небесной воле благословить семью Ванг. Человек, который может повелевать небесной волей, что же это за существование такое? В этот момент никто из присутствующих не осмеливался представить себе что-либо еще. Они чувствовали, что все, чему они были свидетелями в этот день, было слишком взрывоопасным. Ся Лиу, что за чушь ты несешь? Ты же мой младший брат. Все, что ты сделаешь, будет покрыто мною. Даже если ты заставишь весь мир рухнуть, могу ли я, Линь Фан, позволить моему младшему брату самому нести это бремя? Линь Фан замахал руками, нисколько не смущаясь тем, что произошло. Кроме того, когда он обнаружил, что Сиамин была вечно ненавистным телом обреченного ребенка, он больше не мог чувствовать ни капли гнева. Еще более грандиозный план маячил в голове Линь Фана. Он должен был все правильно спланировать. Глядя на все перед собой, лицо Цинью Иер изменилось. Она никак не ожидала, что этот парень будет в сговоре с семьей Ванг. Перед лицом этой абсолютной власти в ней больше не осталось ни капли сопротивления. Большой брат Ванси Алиу посмотрел на Линь Фана. Какое-то мгновение он не знал, что еще сказать. Пусть это будет так. Освободить их. Линь Фан махнул рукой и сказал. Хотя домоправительница долго не знала, кто этот человек, он знал, что это должно быть какой-то смехотворно адский человек, если даже глава семьи должен был называть его старшим братом уважительно. Недолго думая, он отпустил пленников. Старая леди Флауэрстрим не смогла сдержать вздоха облегчения. К счастью, ничего не произошло. Однако она не знала, кто этот человек перед ней и не знала, откуда он родом. Но, глядя на то, как уважительно относился к нему глава семьи Ванг, он, естественно, должен был быть далек от нормального. Дядя Линн, как мы можем так легко их отпустить? А что, если в следующий раз у них опять будут неприятности со мной? Ван Сиамин не ожидал, что все так обернется, и теперь ему было немного страшно. Даже при том, что в семье Ван было много делегатов, и они могли защитить его, кто знает, когда этот вонючий ублюдок может прийти и захватить его в один прекрасный день, если он будет неосторожен. Тогда это ваше личное дело. «Поскольку вы сами создали этот беспорядок, вы должны решить его сами», — сказал Линнфан. «А-а-а». Ван Сиамин хотел сказать что-то еще. Но когда он увидел выражение лица своего отца, то вздрогнул и послушно закрыл рот. Хэм. Циньюэр бросил на Ван Сиамина свирепый взгляд. Смысл ее слов был ясен. Это еще не конец. А Линнфан просто с восторгом наблюдал за всем происходящим. Прямо сейчас он должен был выработать свой план шаг за шагом. Затем толпа рассеялась. Что же касается Линнфана, то он направился в кабинет Ван Си Алиу и начал беседу. Ну и что же? Подумать только, что столько всего произошло за те несколько лет, что меня здесь не было. Линнфан нахмурил брови. Он не ожидал, что все это произойдет. Вот именно, старший брат. За эти пять лет произошло много событий, которых ты не видел. Причитал Ван Си Алиу. Линнфан протянул свою ладонь, и воля небес появилась в мгновение ока. Небесная воля мира Сюань Хуан уже давно была воспитана Линнфаном. Как таковой, он покорно предстал перед ним прямо сейчас. Что касается Ван Си Алиу, он также почувствовал уважение, когда увидел, что небо появится. В конце концов, семья Ван все эти годы находилась под покровительством благословения небесной воли. Линнфан смотрел на волю небес и пронизывал его своим сознанием, глядя на все, что произошло за последние несколько лет. Этот единственный взгляд был вполне честным. Линнфан не ожидал, что все эти перемены произойдут после его ухода. Однако он не смог удержаться от невольного смешка. Небесная воля наблюдала за всем миром Сюань Хуан, и все, что происходило, находилось в поле зрения небесной воли. Когда Линнфан закончил наблюдать за происходящим, он беспомощно покачал головой. Эти два сопляка, Чжи Ца и Цзюлин, они были слишком незрелыми. Что же касается Чжан-Яргау, Мицион-Ци, Чики, Фэн-Бужу и Тянью, то как они могли не знать лучше и не добавить к шуму девочек. Воля Божья, разве вы не вмешались в эти дела? Спросил Линнфан. Небесная воля посмотрел на Линнфана, прежде чем покачать головой и сказал с раздраженным лицом. Я ничего не мог с этим поделать. В тот момент, когда Линнфан услышал это, он не знал, что сказать в течение минуты или около того. Эта небесная воля действительно знала, когда наступит подходящее время, чтобы сбросить с себя ответственность. Впрочем, он тоже был прав. У этих людей были очень близкие отношения с Линнфан. Даже если бы он захотел вмешаться в их дела, то не смог бы. Эти два отродья действительно причинили слишком много хлопот. Когда я их найду, мне придется их как следует дисциплинировать. Боже, они действительно вызвали чертовски большой беспорядок из этого прекрасного мира к Суанхуанг. Когда Линнфан увидел все это, он на мгновение пришел в ярость, не в силах прийти в себя. А ты знаешь, как сейчас выглядит Юньсянь. Используя глаз небесной воли, Линнфан проверил местоположение Юньсянь и то, как она делала в последнее время. Секта Суанхзянь. Сюань Юньсянь уже давно взял на себя роль гроссмейстера секты Сюанхзянь. В течение дня она будет занята делами секты. Когда наступала ночь, она поднимала голову и смотрела на звезды, как будто чего-то ждала. В одной только мысли так прошло пять лет. И Юньсянь тоже был таким все эти пять лет. Это было то, за что Линнфан чувствовал себя действительно виноватым. Было слишком много людей, о которых беспокоился Линнфан. Все его ученики в школе, в которой он когда-то преподавал, 14 песчаных бандитов и так далее. Все это были неразрывные части прошлого Линнфана. Сиамин, заходи. Линнфан почувствовал присутствие Сиамина в дверях и пригласил его войти. Дядя Линн. Сиамин вошел и почтительно встал перед Линнфан. Он не осмеливался действовать вызывающе прямо сейчас. Старший брат, у меня есть только один сын. А теперь он даже не ведет себя как взрослый. Это действительно больно моему сердцу. Пожалуйста, помоги мне с этим, старший брат. Заговорил Ван Си Алиу. Да, не волнуйся. Предоставь это мне. Линнфан кивнул головой и сказал. Отец, дядя. Я ведь уже взрослая. Нет? Спросил Ван Сиамин. Линнфан усмехнулся. С завтрашнего дня ты отправишься на тренировку. По мнению Линнфана, он знал, что это было бы невозможно, если бы он хотел изменить отношения Сиаминя прямо сейчас. Однако, как тот, кто обладал вечно ненавистным телом обреченного ребенка, как мог он впитывать больше ненависти от других, если он не выходил наружу. Дядя Линн, мне здесь очень нравится. Я не хочу никуда идти. В тот момент, когда Ван Сиамин услышал это, он был ошеломлен. Что же ему было делать, если он должен был уйти? Он был практически наследным принцем города Небесной Горы. Чего бы он не хотел, он это получит. Если бы он вышел, разве его не убили бы другие? Нефелим сын, заткнись. Если твой дядя Линн хочет, чтобы ты ушел, то уходи сам. Иначе я переломаю тебе ноги, когда речь зашла о способах воспитания своего ребенка. Ван Сиалиу точно повиновался словам Линфана. Слова Линфана были законом для него самого. По мнению Ван Сиалиу, его старший брат определенно должен быть уверен в этом. В противном случае, он бы не предложил этого. Сиамин, не волнуйся. Как ты думаешь, твой дядя Линн причинит тебе вред? Я уже оставил одно напряжение своего сознания на твоем теле. Как только вы выйдете, просто делайте, как вы хотите и как вы хотите. Уверяю вас, что с вами ничего не случится. Хмыкнул Линфан. А ты настоящий дядя Линвы. Тот момент, когда Ван Сиамин услышал это, он был переполнен радостью. Причина, по которой он не хотел уходить, заключалась в том, что он знал, что не был таким уж сильным. Если бы он нагло хвастался и щеголял на улице, разве он не превратился бы в идиота? Естественно. Линфан усмехнулся в ответ. Старший брат, это же Ван Сиалиу не мог понять намерения, стоящие за действиями его старшего брата. Линфан отмахнулся от него руками и уверенно ответил. Не волнуйся. У меня есть это. Даже если Ван Сиалиу не мог получить его, он мог только позволить ему быть в этот момент. Что касается Ван Сиамина, то это было чертовски радостное событие, достойное празднования. Если дядя Линн будет его поддерживать, чего еще ему бояться? Небеса и земля могли бы быть великими, но ни один из них не был больше, чем один и только дядя Линн. Глава 774. Царь Даа с чрезвычайно положительной обратной связью Линфан не задерживался слишком долго в городе Небесной горы. Только та единственная ночь общения с Ван Сиалиу. На следующий день Линфан поднял Сиамина в пустоту, а затем выбросил его куда-то далеко от города Небесной горы. Дядя Линн, вы должны помнить, чтобы следить за мной, крикнул Ван Сиамин, прежде чем исчезнуть. Не волнуйтесь. Прежде чем Линфан ушел, он хихикнул. Теперь, когда Смутьян был выпущен на свободу в мире, кто знает, сколько предопределенных детей войдут в режим СЕЕД, под этим высокомерным и надменным поведением Ван Сиамина. Это было то, что Линфан ждал с нетерпением. Однако для того, чтобы Ван Сиамин не ушел далеко за борт, Линфан специально поручил Небесной воле присматривать за ним. Если бы он сделал что-то вроде принуждения себя к цыпочкам или что-то еще, он определенно был бы поражен молнией. Боги всегда следили за людьми, и в этом случае Линфан был богом над головой Ван Сиамина. И поскольку Ван Сиамин называл Линфана своим дядей, Линфан, естественно, не мог позволить ему продолжать сворачивать на неверный путь. Это было нормально для одного, чтобы быть более надменным, когда они были молоды. В конце концов, он и сам сейчас вполне приличный человек. Вскоре после этого или, возможно, для кого-то вроде Линфана, было бы более точным сказать, что это было в мгновение ока. Перед глазами Линфана возник огромный город. Подумать только, что в мире Сюаньхуан будет построен такой огромный город. Похоже, что после того, как вопрос о зверях был урегулирован, города больше не находились под угрозой звериного бегства. Как таковые, они могли бы неуклонно прогрессировать. Приземлившись из пустоты, Линфан вошел в город. Бесчисленные лоточники продавали свои вещи по сторонам улицы. Бесчисленные боевые артисты ходили повсюду. Окинув все вокруг своей единственной мыслью, Линфан почувствовал, что здесь были разные типы боевых мастеров. Кроме того, их культивационные состояния также были довольно приличными. Очевидно, теперь, когда они не были обеспокоены никакими внешними влияниями, прогресс здесь был устойчивым в течение последних нескольких лет. В ресторане в этот момент Линфан смешался с толпой, как и любой другой простолюдин, и заказал немного еды и напитков, слушая рассказы всех остальных. Уже давно у него не было такого расслабленного момента. Пять лет назад в мире Сюаньхуэн все было не так уж мирно, и звери буйствовали повсюду. Может быть, когда-нибудь город и будет в полной безопасности, но трудно сказать, что в следующий миг его не опрокинут звери. И сегодня история, которую я собираюсь рассказать, является одним из четырнадцати королей доописка. В этот момент в комнату бодро вошел пожилой мужчина, которого поддерживала молодая девушка. Затем он подошел к месту, зарезервированному для него заранее, и положил инструменты в свои руки. Стряхнув с себя напряжение, он объявил высоким голосом, «Ну ладно». История о четырнадцати королях Санда великолепна. Старик Сюй, поторопись и расскажи нам. Если это хорошо, мы вознаградим вас деньгами. Четырнадцать королей Санда. Как только Линьфан услышал это, его чуть не вырвало. Почему, черт возьми, это имя звучит так знакомо? Вспоминая о своих четырнадцати песчаных бандитах, Линьфан чувствовал легкую ностальгию. Те, кто когда-то жестоко расправлялся с четырнадцатью песчаными бандитами, лишь искренне следовали до грабежа после того, как он был побежден. Теперь, когда прошло пять лет, Линьфан не знал, как у них идут дела. Но теперь, когда даже их титулы изменились, было очевидно, что они должны были как-то улучшиться. Есть в общей сложности четырнадцать человек среди четырнадцати царей Санда. Каждый из них обладает благочестивым состоянием культивирования и может рассматриваться как первые цари ДА мира Сюаньхуан. Обратите внимание, что это ДА, о котором мы говорим, не то же самое, что бандит. Хотя они и разбойники по профессии, у них есть принципы, и их можно считать героями речь. Старика Сюя была подобна текущей реке, которая не останавливалась и несла с собой бесчисленные драгоценные сокровища внутри. Послушай, старина, как это может быть правдой? Если они бандиты, то как их можно считать героями? С любопытством спросил молодой человек за соседним столиком. Судя по всему, этот молодой человек только что ступил на землю боксерского мира. Не спешите туда, молодой человек. Позвольте мне подробнее остановиться на этом вопросе. Старик Сюй поднял свою морщинистую руку и продолжил свой рассказ. Если бы они были просто бандитами, тогда, конечно, мы не могли бы называть их героями. Я, старик Сюй, когда-то имел честь быть знакомым с вождем Ша-14 и царей Санддаа. Мы общались всю ночь, выпив немного вина. Лидер Ша сказал правду. В то время как простые бандиты владели ремеслом грабежа, они были другими. Они преследовали до грабежа. Старик Сюй, продолжай хвастаться. Продолжать. Кто-то вроде тебя мог бы общаться с лидером Ша на протяжении всей ночи. Ха-ха. Кто-то недоверчиво усмехнулся. Старик Сюй дважды сухо кашлянул, очевидно не беспокоясь, и продолжил. 14 королей до Песка ведут свои дела странным образом. Когда речь заходит об ограблении, обязательно говорят об убийствах. Но нет, они никогда не убивают, когда совершают ограбление. Они будут собирать только фиксированную сумму. И не только это, они будут сопровождать свои цели в желаемые места, а также. Разве вы не согласны, что это странно? Вот именно. Это действительно странно. Поскольку все эти люди в ресторанах были обеспокоены, единственное, что они любили делать, расслабляясь, каждый день, было сидеть здесь и слушать истории. Глядя на то, как атмосфера была в самый раз, старик Сюй продолжил. Хотя в то, что я собираюсь сказать, может показаться трудным поверить, но если вы хорошенько подумаете об этом, разве вы, ребята, не думаете, что эти 14 королей Санда делают хорошее дело? Прямо сейчас мир спокоен, без каких-либо помех со стороны зверей. Однако бандиты бродят по всей земле. Путь доставки товаров часто бывает долгим и утомительным для торговцев, и они, скорее всего, будут остановлены бандитами на полпути. Потеря небольшого количества денег – это небольшая проблема. Но потерять свою жизнь – это то, что не может быть восстановлено. Что касается этих 14 королей Санда, то пока они грабят суммы фиксированные. Хотя они бандиты, но не убивают. И они даже сопровождают этих торговцев к месту их назначения. Судя по наблюдениям этого старика, в этом городе есть даже бесчисленные торговцы, которые не нанимают никакой охраны. Вместо этого, они решили пройти через территорию 14 королей Санда специально. И когда 14 королей Санда не было поблизости, купцы устраивали базу на своей территории и ждали их возвращения. А теперь, ребята, вы можете говорить сами за себя. Если у бандитов могло быть имя для себя в такой степени, разве они не могли считаться героями? Продолжал старик Сюй. Как только Линфан услышал это, он чуть не выплюнул свое вино. Шадюлон и другие были слишком хороши в этом, не так ли? Подумать только, что они могли даже придумать стиль ограбления как такового. Это был такой стиль, что другие были бы искренне готовы сидеть прямо там и ждать, когда они придут и ограбят. Это действительно были некоторые способности, которые они получили там. Еще в прошлом, Линфан только говорил петух с ними до грабежа, и все это было просто полное мошенничество. Но, глядя на ситуацию сейчас, Шадюлонг и другие действительно казались, что они нашли до грабежа. Таланты. Они действительно были талантами. Выпив свое вино, Линфан не мог не признать этого. Казалось, что любой обученный им был обречен стать настоящим талантом. Хэм. Разве они все еще не кучка бандитов? И все же их можно было принять за героев. После сегодняшнего дня эти 14 песчаных бандитов перестанут существовать вы. Этот момент группа учеников, одетых в одежды секты, вошли один за другим. Служитель, подавайте вино. Почему вы, ребята, так говорите? С недоумением спросил старик Сюй. Ответственный за них ученик держал высокомерное выражение лица. Сегодня твой папа в хорошем настроении. Так что я дам тебе знать. Мы ученики секты Тзюлин. Сегодня этот бесплодный город станет одной из колоний под властью секты Тзюлин. Поэтому и эти бандиты в окрестностях должны быть выполоты. Эти 14 царей до песка и все такое прочее также должны быть стерты из истории. Когда этот высокомерно выглядящий ученик упомянул, что он был из секты Тзюлин, его выражение лица стало еще более надменным. Он поднял свой кубок с вином и осушил его одним глотком. Эти парни последователи секты Тзюлин. Секта Тзюлин – это секта, которая была основана всего пару лет назад. Я слышал, что когда их секта открылась, было много крупных сект, которые направились, чтобы выразить свое уважение. Это было грандиозное событие. Ходят слухи, что гроссмейстер секты Тзюлин – это молодая леди, которую называют императрицей-женщиной Тзюлин. Мало того, что ее силы проливные, ее путь боевых искусств является тираническим, а также. Там было бесчисленное количество людей, которые умерли под ее руками. Бесплодный город превращается в колониальный город секты Тзюлин. Это что-то большое. Если бы секта Тзюлин нанесла удар, все действительно было бы плохо для этих 14 королей доописка. Вот именно, вот именно. Линфан нахмурился. Он не задержался надолго, когда повернулся и покинул это место. Глава 775. Это оскорбление для нас. Территория в радиусе 100 миль вокруг бесплодного города представляла собой безлюдную пустыню. Это была территория 14 королей Санддаа. Когда Шадзюлин искал место для их базы, это было первое место, которое он заметил. Следовательно, это единственное решение привело их сюда на долгие годы позже. И за эти несколько лет Шадзюлин придумал себе неплохое имя. Каждый житель бесплодного города знал, что 14 песчаных бандитов живут здесь, в этих сотнях миль пустынной пустыни. Однако эти жители бесплодного города знали, что этим песчаным бандитам нечего бояться, и они никогда не будут грабить таких бедных людей, как они сами. Что же касается торговцев, то они были действительно напуганы в самом начале. Но после того, как первый отважный купец совершил свое путешествие через это место, все полностью изменилось с тех пор. Тогда 14 песчаных бандитов были встречены с распростертыми объятиями. Время от времени появлялись даже торговцы, которые намеренно оставались здесь, надеясь быть ограбленными 14 песчаными бандитами. С тех пор, 14 песчаных бандитов были затем упомянуты торговцами как 14 королей даа Песка. Это были вполне разумные бандиты. В глазах тех торговцев эти 14 королей санта были бандитами с этикой и моралью. Похоже, сегодня еще один прекрасный день для грабежей сидя. На небольшом склоне, Шадюлун смотрел на палящее, сияющее солнце и восклицал, старший брат, ты прав, погода сегодня довольно хорошая, ответил сопровождающий его народ. Я думаю, что мы наконец-то начали подглядывать за входом в до грабежа. Тогда наш старший брат не лгал нам, до грабежа действительно существует. Лицо Шадюллона было полно ностальгии. В этот момент все успокоились. За последние несколько лет их окружение усилилось, и они приняли большое количество людей. Однако в этот момент все знали, что их лидер думает о ком-то прямо сейчас. В эти минуты они должны были сохранять абсолютное молчание, иначе вожак просто взбесится. И если бы лидер взбесился, это было бы плохо. Самые меньшие наказания, это два дня без еды. Пошли отсюда. Давайте продолжим грабить после. Бог знает сколько времени, Шадюлун наконец пришел в себя и помахал рукой. Слово роб было произнесено с таким величием, как будто в этом не было ничего плохого. Для этих 14 песчаных бандитов единственным временем, когда они чувствовали себя живыми и находили смысл в своей жизни, было то, когда они проводили ограбление. Почему 14 королей Сент-До еще не пришли? В этот момент посреди пустыни остановился конвой. На головном вагоне этих конвоев красовался яркий флаг. Если бы кто-нибудь из жителей этого бесплодного города увидел его, то сразу же узнал бы. Это были флаги одной из торговых компаний бесплодного города. Из переднего вагона вышел мужчина средних лет и спросил, «Они еще не приехали?» Неа. Слуга, который смотрел вдаль, покачал головой. Мужчина средних лет смотрел на безлюдную пустыню. Затем он заметил еще несколько конвоев, которые приближались издалека. «Черт возьми!» Подумать только, что на этот раз нам так не повезет. Похоже, здесь довольно много торговых конвоев. С неудовольствием произнес мужчина средних лет. Как будто он был убит горем, когда другие люди пришли, чтобы захватить его положение ограбленного. Если бы кто-то, кто не знал о ситуации, прошел здесь мимо, они бы определенно были поражены. Подумать только, что прямо сейчас будут стоять очереди за грабежами. Неужели мир изменился или как? Когда один из конвоев подошел ближе, мужчина средних лет нахмурился. Он уже видел своего конкурента в той же самой профессии. Они не только должны были конкурировать в плане бизнеса, они даже должны были конкурировать здесь. «Черт возьми!» «Похоже, ты тоже здесь, лавочник Ван». От конвоя, прибывшего издалека, отделился толстый мужчина средних лет. «Лавочник Ли, это вас ограбили раньше?» «Только не говори мне, что ты собираешься украсть это у меня и на этот раз». С неудовольствием спросил лавочник Ван. «Лавочник Ван, ты сейчас неправильно об этом говоришь. Тех, кто умеет, грабит. Кроме того, вы не единственный, кто ждет, чтобы его ограбили здесь. Лавочник Ван, ответил лавочник Ли, Хэм. Они оба были купцами в бесплодном городе. Когда они отправлялись в другие города с караванами торговцев, им приходилось идти по коварным тропам, где опасность подстерегала на каждом углу. Даже при том, что они использовали множество могущественных существ под их наблюдением, они все равно потеряют около четырех из десяти своих поездок. Это был довольно тревожный вопрос для них. Но теперь все было по-другому. Любой конвой, которому посчастливится быть выбранным четырнадцатью песчаными бандитами, будет наслаждаться беззаботным путешествием, свободным от бедствий. Они определенно прибудут в свои пункты назначения в целости и сохранности. Поэтому для любого торговца из бесплодного города было большой удачей, что их выбрали в качестве жертв ограбления для четырнадцати песчаных бандитов. Именно в этот момент желтый песок полетел по всему небу, поскольку область была заполнена облаками пыли. Они уже здесь. Все торговые конвои устремили свои взоры вдаль с выражением предвкушения. Если они не были выбраны на этот раз, они могли только ждать следующего раза. Для них четырнадцать песчаных бандитов были чрезвычайно надежной гарантией. В прошлом все они пытались потратить большую сумму денег, чтобы воспользоваться их услугами. Однако для Шадулуна и других это было не более чем оскорблением их ремеслу бандитов. Поэтому он решительно отверг их. Командир. На этот раз здесь опять столько торговых конвоев. Кого из них мы должны ограбить для некоторых старших членов команды? Это был тревожный вопрос. Для некоторых новичков такое зрелище ставило их в тупик. Они не ожидали, что быть бандитами будет так легко. Там были торговцы, дерущиеся у своих дверей, опасаясь, что их не ограбят. Для Шадулуна это было зрелище, к которому он давно привык. Пусть тогда судьба решит. В этот момент раздался протяжный вой, и Шадулон с величественным видом взмыл в небо. Ограбления. Этого крика грабежа было достаточно, чтобы потрясти мир и заставить богов и призраков плакать над ним. Это было, мягко говоря, впечатляюще. Бандиты уже здесь. Бандиты уже здесь. В этот момент все, кто был в купеческих колоннах, отчаянно закричали. Аура страха распространилась по всему миру. Некоторые из этих купцов прибыли в пустынный город, чтобы забрать кое-какие товары. И теперь, когда они получили свои товары и готовились вернуться, они пришли, чтобы испытать свою удачу, услышав слухи о 14 песчаных бандитах. Но глядя на ужасные взгляды, которые все сейчас бросали друг на друга, они были сбиты с толку. О, великие 14 королей Сандаа. Пожалуйста, приди и ограбь меня. Я буду готов предложить фиксированную сумму. Выкрикнул один из новых торговых конвоев. Что же касается тех, кто окружал торговые конвои и был полностью поглощен своими действиями прямо сейчас, то они смотрели на этот новый торговый конвой такими же глазами, какими смотрели бы на идиота, услышав крики. Этот торговый конвой должно быть новый, верно? Как они смеют говорить такие унизительные слова? Вот именно. Честно говоря, нельзя винить невежественных людей, хотя. Но эти слова – ничто иное, как прямое оскорбление 14 песчаных бандитов. ХМ. 14 песчаных бандитов никогда не ограбит торговый конвой, который не боится нас. Мужчины – уведитель их. В тот момент, когда Шаду Лонг услышал эти слова, его лицо изменилось, так как он был немного раздражен. Мощь их 14 песчаных бандитов не имела себе равных. Подумать только, что после бесконечного путешествия на многие мили в этом мире, там будет торговый конвой, который не боится их. Что же это за унижение такое? Ну да, что тут происходит? Новый торговый конвой был совершенно сбит с толку, не понимая, что все это значит. Это же ограбление. Мужчины слева, женщины справа. Трансы в середине. Наши 14 песчаных бандитов будут грабить только ваши богатства, а не ваши тела или жизни. Но если вы не послушны, то вы не можете винить нас за то, что мы были беспощадны. Шадю Лонг взорвался, когда огромная аура окружила всех внутри. Пощадите нас. Пожалуйста, пощадите нас. Пожалуйста, не грабьте нас. Даже при том, что эти опытные торговые конвои умоляли о пощаде в своих устах, их действия были быстрыми, когда они начали выстраиваться в очередь. Мужчины слева, женщины справа. Трансы в середине. Но до этого дня они еще не видели трансвестита, стоящего прямо посередине. Лидер, кто-то стоит посередине. Раздался громкий крик. Лицо Шадю Луна сразу же изменилось, когда он направился вперед. Владелец магазина Ли прямо сейчас испускал испуганный взгляд. Тем не менее, он все еще выпрямлял свое тело, когда стоял там. Не убивай меня. Пожалуйста, не убивай меня. Хэм. Не беспокойся. Мы, 14 песчаных бандитов, профессиональные и этичные люди. Мы определенно не будем отнимать у вас жизнь или трахать вас. Сдайте все, что ценно в вашем распоряжении, и поместите их все в эту маленькую сумку. Яростно приказал Шадю Луна. Да да, Лавочник Ли был переполнен радостью в своем сердце, поскольку его движения рук вообще не прекращались. Он приказал всем своим подчиненным отдать все, что было для них ценным, и бросил их всех в эту сумку. Когда окружающие торговые караваны увидели 14 песчаных бандитов, грабящих Лавочник Ли, они были беспомощны в своих сердцах. Они не ожидали, что их не выберут. Лавочник Ван сейчас нес самую большую обиду. Как же все обернулось именно так? Когда он увидел самодовольное выражение на лице владельца магазина Ли, он был еще более разъярен, не имея никакого способа выразить это вообще. Бум. Внезапно земля начала сильно трястись. Желтый песок грохотал по всему небу вдалеке. Вождь армии бесплодного города здесь, а армия бесплодного города? Готовьтесь к бою! Крикнул Шадилон. Ну да! Глава 776. Шагнул к смерти, а зачем здесь армия? Многие торговые конвои здесь были сбиты с толку. 14 песчаных бандитов действительно были законопослушными гражданами в течение многих лет, проведенных в окрестностях бесплодного города. Несмотря на то, что они грабили, они возвращали деньги по-своему. По словам некоторых людей, 14 песчаных бандитов были действительно профессиональными и этичными бандитами. Их ограбление ценностей было лишь эквивалентом сбора платы за защиту. Фактически, после того, как 14 песчаных бандитов сделали это место своей базой, некоторые из других гнусных бандитов, которые хотели причинить вред бесплодному городу, были заблокированы ими. И, самое главное, сам городской мастер бесплодного города однажды лично похвалил 14 песчаных бандитов. Но теперь, когда армия спускалась лично, все были совершенно сбиты с толку. Старейшина, база 14 песчаных бандитов прямо перед нами один. Из учеников секты Цзюлин наклонился близко к учтивому и элегантному человеку, в то время как он заметил утвердительный ответ. Этот городской мастер бесплодного города абсолютно нелеп. Подумать только, что он осмелился бы сказать, что эти бандиты здесь бандиты с моралью, и даже осмелился бы назвать их 14 королями до песка. Если бы хоть слово об этом просочилось наружу, разве это не было бы чертовски смешно? Кроме того, теперь, когда бесплодный город уже стал колониальным городом под властью нашей секты Цзюлин, если бы мы позволили бандитам продолжать бродить вокруг нашей колонии, разве это не было бы оскорблением для нашей секты Цзюлин? Этот учтивый и элегантный мужчина выглядел не старше своих 20 лет. Однако его положение было экстраординарным, и он был старейшиной секты Цзюлин. Его самосовершенствование было поразительным. Прямо сейчас он уже был более великим небесным государством среднего уровня культивирования. В один прекрасный день три года назад он был просто человеком, который достиг совершенства в своем воспитании и скитаниях по боксерскому миру. Тогда он еще не был учеником секты Цзюлин. В тот же день он встретился с императрицей женщиной из секты Цзюлин и сразу же признал в ней божественно прекрасное существо. С этого момента он подчинился ей и хотел прижаться к ней еще ближе. Из-за этого он рекомендовал себя в качестве старейшины секты Цзюлин. Однако была одна вещь, в отношении которой Фенусин был беспомощен. Он был красив и элегантен, и многие девушки были опьянены его учтивостью. Тем не менее, эта Цзюлинская императрица не могла быть более холодна к нему. Это было то, что Фенусин не мог принять лежа. Он отказывался верить, что в этом мире есть женщина, которую он не может очаровать. Тогда, когда он впервые встретил императрицу-женщину из династии Цзюлин, она была еще молода и выглядела как Лолита. Однако за последние несколько лет она повзрослела и выросла с элегантной грацией и несравненными манерами. Это ее холодное расположение заставило сердце Фенусина еще сильнее трепетать по отношению к ней. Старейшина Фен, вы правы. Я думаю, что городской мастер бесплодного города должен быть в сговоре с этими бандитами. В противном случае, зачем бы ему говорить за этих бандитов? Все ученики окружили его и заискивали, хваля его слова. Секта Цзюлин была их убежищем. Даже при том, что мощь секты Цзюлин не могла быть сравнима с этими действительно крупными сектами, эти крупные секты каким-то образом давали своей императрице-женщине Цзюлин довольно много уважения. Это было что-то, что давало этим парням много лица. Когда они были снаружи, пока они объявляли свою секту, ни одна из других сект не осмеливалась связываться с ними. Утвердительный ответ. Бесплодный город теперь является колониальным городом нашей секты Цзюлин. Как только мы уничтожим этих бандитов в районе Стамиль вокруг бесплодного города, мы отправимся в следующий город. Эта секта Святого Дьявола уже уничтожила 10 городов к настоящему времени. Если мы отстанем, то будем наказаны. Прокомментировал Фенусин. Как более великое небесное государство среднего уровня культивирования, Фенусин может рассматриваться как довольно мощный в мире Сюаньхуан. Он не был таким уж слабым и в секте Цзюлин тоже. Однако Фенусин не имел ни малейшего представления о том, какого рода предыстория была у этой секты Цзюлин. Хотя он и был старейшиной, но самым слабым из всех старейшин. Все те люди, которые были вокруг Цзюлинской императрицы женского пола, были более больны, чем другие. Каждый раз, когда он оказывался лицом к лицу с ними, ему казалось, что он видит перед собой какие-то огромные горы. Это было какое-то сумасшедшее давление. Старейшина, проверь это. Эти бандиты снова грабят. Воскликнул стоявший перед ним ученик. Хэм. Уведите отсюда всю армию. Фенусин махнул мне рукой. Сегодня мы убьем всех этих бандитов. Все солдаты бесплодного города больше не знали, что сказать. Как они могли не знать о 14 песчаных бандитах. Их собственный городской мастер всегда любил поболтать за бокалом вина с предводителем 14 песчаных бандитов лично. Был даже один раз, когда мастер города хотел обручить свою собственную дочь в браке с вождем. Но, поразмыслив еще немного, он отбросил эту мысль. В конце концов, Шадо Лонг уже немного постарел. И, главное, он был слишком уродлив. Теперь, когда эта секта Цзюлин и все такое прочие взяли под свой контроль бесплодный город, они хотели вступить в бой со всей армией и уничтожить 14 песчаных бандитов. Они что, отстали в развитии? 14 песчаных бандитов. Вы, ребята, совершили много тяжких преступлений и ограбили торговые караваны. Сегодня я, Фенусин из секты Цзюлин, убью всех вас прямо здесь аура. Фенусина вырвалась наружу вместе с его острым взглядом. В тот момент, когда он заговорил, казалось, что он стоит на стороне праведности, в то время как он смотрел вниз на 14 песчаных бандитов. Что все это значит? Вот именно. Какое это имеет отношение к секте Цзюлин? Послушайте, нас же совсем не грабили. И, кроме того, они не какое-то преступление совершают бандиты или что-то еще. Торговые караваны кричали один за другим. Маленькая куколка, ты ведь очень интересная, правда? Наши 14 песчаных разбойников прошагали по всей пустыне, и все же, никто никогда не осмеливался напасть на нас так бесстыдно. Крикнул в ответ Шадюлон. Хэм. Фенусин холодно фыркнул. Затем он посмотрел на торговые конвои. Всем вам, торговым конвоем, лучше поскорее покинуть это место. Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что у клинков нет глаз. Если бы вы, ребята, понесли какие-то потери или что-то еще, вы бы попросили об этом. Это. Внезапно все торговые караваны перестали понимать, что им делать. Разве это не было адской аферой? Лавочник ли был особенно близок к тому, чтобы вырвать кровь? Ограбление должно закончиться сегодня. Все вы, поторопитесь и уходите. Шадюлон нахмурился. С его точки зрения, что-то должно было случиться с этим бесплодным городом. Он знал об этой секте Тзюлин. Но он не ожидал, что они будут стучать в дверь вместо него. Лидер. Я-я. Возмутился Лавочник ли. Он был так близок к успеху. Как такое могло случиться? Не волнуйтесь. 14 песчаных бандитов. Это кучка профессиональных и этических бандитов. Раз уж мы вас ограбили, то обязательно ответим за это. Просто приходите к нам в следующий раз. Заметил Шадюлон. Лидер. Я буду считать тебя ответственным за свои слова. Лавочник ли был в восторге? Конечно. Шадюлон кивнул головой. С подтверждением Шадулуна эта группа торговых конвоев удалилась очень далеко. Старший брат. Эти парни не слабы. Прошептали толпы 14 песчаных бандитов. Утвердительный ответ. Их аура ничуть не слабее нашей. Это вполне респектабельно для человека его возраста иметь такую силу. Пусть наши собратья-братья останутся позади. Эта борьба не то, с чем они могут справиться, сказал Шадюлон. Понятно. Единственная причина, по которой Фынусин привел всех солдат, была только для демонстрации мощи. У него не было ни малейшего намерения позволить им принять участие в сражении вообще. В конце концов, в глазах Фынусина эти солдаты были бессильными муравьями. Один единственный вдох мог бы стереть их существование с лица земли. Они не служили никакой цели вообще. 14 песчаных бандитов. Сдавайтесь сейчас же, и я могу позволить вам, ребята, достойно умереть. В противном случае, это будет ужасное зрелище, если ваши тела будут найдены повсюду разорванными на куски. Фынусин холодно усмехнулся. Не будь такой самоуверенной, малышка. Еще тогда, когда здесь появился дедушка, ты был еще в утробе своей матери. Пусть дедушка преподаст тебе хороший урок. Коротышка и пигмей Шамиясюн больше не мог терпеть лжи. Размахивая своими топорами, он мгновенно направился к Фынусину. Хэм. Меньшее небесное существо полного состояния культивации слабо, как муравей. Ты не сможешь выдержать даже одного удара. Фынусин холодно рассмеялся. Используя свой палец как меч, он провел линию в пустоте. Резкий проблеск света вырвался наружу. Шамиясюн был захвачен врасплох, как он использовал свои топоры, чтобы мгновенно защитить лязг. Против этого резкого блеска света топор треснул без всякого сопротивления вообще. Глухой звук. Третий брат. Лицо Шадюлона помрачнело. Ха-ха. И я подумал, что он может быть кем-то. Оказывается, он был так слаб. Честно говоря, 14 песчаных бандитов состоят из самых уродливых людей в мире. Карликовый карлик, слепая летучая мышь, немой. И посмотри на этого невероятно толстого парня вон там. Если бы я не посмотрел поближе, то мог бы подумать, что эта свинья прямо там. Если бы вы, ребята, сравнивали себя со мной, разве вы, ребята, не чувствовали бы себя хуже из-за своей собственной внешности? Фенусин безжалостно насмехался над ними. Он вообще не мог беспокоиться о Шадулонге и других. Ха-ха. Все остальные ученики секты Цзюлин расхохотались. Солдаты бесплодного города были поражены открывшимся им зрелищем. Подумать только, что этот парень из секты Цзюлин может быть таким сильным. Они знали о силе 14 песчаных бандитов. Поначалу они просто ждали, когда 14 песчаных бандитов преподадут этому парню урок. Подумать только, что этот старейшина из секты Цзюлин был настолько силен, что смог послать третьего предводителя 14 песчаных бандитов, изрыгающего кровь одним ударом. Вы, ребята, можете пойти на меня вместе. В противном случае, не обвиняйте меня, Фенусин, за то, что я не дал вам никаких шансов. Фенусин взмахнул своими одеждами и власно усмехнулся. Мгновенно огромная аура вырвалась из Фенвуксианг. За спиной Фенусина периодически вспыхивали силы неба и земли. Славный мальчик, твой дедушка преподаст тебе хороший урок. Шадюлун взревел, когда истинная энергия в его теле поднялась вверх, и он бросился на Фенусина с ударом. А во! Большее небесное состояние культивации среднего уровня бытия – это какая-то приличная сила там, которая эквивалентна мне. Но это очень жаль. Глаза Фенвусина засияли с блеском, когда он широко раскрыл ладони, заставляя серию истинной энергии начать грохотать. Шадюлун почувствовал эту неистовую истинную энергию, когда его лицо полностью изменилось. Он чувствовал, что его истинная энергия контролируется другой стороной, а не им самим. Шадюлун мгновенно проиграл и был растоптан ногами другой стороны. Но жаль, что разница между тобой и мной так же велика, как между небом и землей вы. Этот момент Фенусин был просто как небесное божество, которое снизошло на мир. Ученики секты Цзюлин благоговейно взирали на Фенусина. Какой же тиранической властью он обладал? Какие 14 песчаных бандитов и все такое? Они были уничтожены в одной его атаке. Солдаты бесплодного города вскрикнули с выражением недоверия на лицах. Большой брат глядя на то, как на Шадюлонга наступила другая сторона, члены 14 песчаных бандитов были раздражены. Беги! Вы, ребята, ему не ровня! Проревел Шадюлон. Теперь, когда его топтали противники, он чувствовал себя так, словно его истинная энергия была запечатана. У него вообще не было возможности сопротивляться. Ха-ха! Когда я задержу тебя в бесплодном городе, я отрублю тебе голову и повешу ее на городские ворота. С этим вы послужите предостережением для масс. Что же касается всех этих ваших подчиненных, то им больше нет нужды существовать. Фенусин холодно рассмеялся, когда его убийственное намерение вспыхнуло. Небесный пронзающий меч поднимется из земли. Взмахнув рукой, он увидел, что вся эта пустота была словно разрезана на куски… Ст Tinder producing ALL Как только Шадюлон увидел это, он закричал с разбитым сердцем. Он не ожидал, что его поражение придет так быстро, что он даже не успел среагировать на все это. Для 14 песчаных бандитов этот леденящий кровь меч был тем, от чего они вообще не могли защититься. Они чувствовали, как кровь застывает в их телах, словно они были запечатаны. Шинг Шадюлон закрыл глаза от невыносимой боли. Он не мог вынести этого зрелища. Подумать только, что все обернется именно так. Но именно в этот момент раздался чей-то голос. Подумать только, что ты посмеешь прикоснуться и к моим людям. Похоже, ты безнадежен. Этот голос был чрезвычайно спокоен и не выражал ни радости, ни печали. В тот момент, когда Линьфан прибыл сюда, он не ожидал увидеть Шадюлонга и других, которые были ошеломлены. Куда же ему девать такое лицо? Несмотря ни на что, эти ребята когда-то провели с ним некоторое время. Теперь, когда они были избиты как таковые, разве это не было просто отбрасыванием его лица? Линьфан выпрямился на голове Фенусина, а затем мягко толкнул его. С этим, огромное количество энергии вырвалось наружу, когда земля начала трескаться. В тот же миг все тело Фенусина погрузилось в землю по самую голову. Линьфан осторожно поднял голову, прежде чем снова спуститься вниз. Бам! Раздался громкий взрыв. Земля треснула до самого конца, и глубокие трещины протянулись до самых границ мира. День поздравляю с убийством. Хайс. Кажется, что еще один гений был убит мной. Шадулонг, вы ребята действительно позорите меня, не так ли? Линьфан стоял там с беспомощным лицом. Время в этом мире, казалось, мгновенно застыло. Все ученики секты Цзюлин сейчас были ошеломлены. Что же касается 14 песчаных бандитов, то этот знакомый голос — эта фигура. Когда Шадулон осторожно поднял голову, он оглянулся и увидел знакомую, но чужую фигуру с длинными волосами, развивающимися на ветру. Он не мог сдержать эмоциональной дрожи. Глава 777. Властные ученики Ах, какое это было удовольствие топтать детсадовцев. Разве вы, ребята, не рады меня видеть? Хмыкнул Линьфан. Босс. Шадулонг уже почти забыл, что он собирался сказать. Затем он яростно затряс головой и ущипнул себя. И только тогда он понял, что это не сон. Все было так реально прямо сейчас. Босс. Ты действительно вернулся? Недоверчиво спросил Шадулон хриплым голосом. Конечно. Может ли это быть более нереальным, чем это? Но разве вы, ребята, не слишком слабы? Подумать только, что вы, ребята, были бы избиты как таковые этой маленькой-маленькой креветкой. Усмехнулся Линьфан. Используя свой палец, чтобы небрежно вращаться, кольцо света выплыло с его пальцем в центре. Одно кольцо за другим. Они были наполнены беспрецедентным количеством жизненной силы. Раны на некоторых из 14 песчаных бандитов были серьезны, поскольку их тела прямо сейчас грохотали от их крови. Но с этой жизненной силой они восстанавливались с ужасающей скоростью. В мгновение ока они стали такими же совершенными, как и раньше. Когда Шадулонг и другие заметили их превращение, они испустили чрезвычайно испуганные взгляды. Подумать только, что их босс будет обладать таким невероятным мастерством. Босс. Этот парень в твоих глазах, естественно, креветка. Если бы ты не появился, босс, мы бы никогда не смогли увидеть тебя снова, босс. Радостно воскликнул Шадулон. В течение пяти лет, которые Линьфан оставил, Шадулон упорно работал над повышением своего состояния культивации. Однако изначально его врожденный потенциал был не так уж велик. Следовательно, скорость его культивирования также была очень медленной. И, конечно, во всем этом была виновата Линьфан. Перед отъездом он забыл их подготовить. Если бы он хоть чуть-чуть поднял их потенциал, они бы точно выросли до небес. Он убил старшего. Он убил старшего. В этот момент из толпы учеников секты Дзюлин раздалась серия отчаянных криков. Ты с ума сошел? Крикнул один из учеников. Тем не менее, ученик рядом с ним мгновенно закрыл рот с выражением страха на лице. Подумать только, что старейшина Фэн мог вот так просто умереть. Босс, разве вы не поднимались наверх? А почему ты вернулся именно сейчас? Теперь, когда старший брат вернулся, Шадулонг, естественно, больше не испытывал никакого страха. Что же касается секты Дзюлин и всего такого, то он больше не вкладывал ее в свое сердце. Я вернулся, чтобы посмотреть, а также привезти вас, ребята, со мной для возвращения Линьфана на этот раз. У него действительно были эти намерения. К этому времени Линьфан уже покорил жестокого и древнего, а также убил святого. Таким образом, осталось только шесть высших существ древней расы. Для древней расы это была катастрофа. С тех пор, как он убил святого, он обрел вечное место пребывания древней расы. Это был самый важный пункт, необходимый древним расовым существам для достижения вечного престола Бога. Мощь древнего была несравненной. Однако его покалечил Линьфан. Тогда, чтобы остановить древнейшего от полного выздоровления, Линьфан полностью пожертвовал рукой древнейшего. С этим он успешно остановил древнего от возвращения в его пиковое состояние. И эта рука древнего, которую принес в жертву Линьфан, должна была уже давно быть использована святым. Однако теперь, когда Линьфан получил вечный престол святого, это не должно быть проблемой для древнего, чтобы вернуться к своему высшему статусу. Подниматься? В тот момент, когда Шадулонг услышал это, он был озадачен. Затем он выдал взволнованное лицо. Босс. Это вознесение означает ли оно бессмертие? Ха-ха. В твоих мечтах. Ладно, давай пока не будем об этом говорить. Вы, ребята, должны просто следовать за мной в первую очередь. На этот раз Линьфан был готов к хорошему раунду Эфцкинг. По мнению Линьфана, человеческая раса была намного сильнее любой из тысяч других рас. Однако им не хватало только одного проводника. Но теперь появился такой талант, как у вашего покорного слуги. Если бы человеческая раса последовала за ним, они, естественно, воспарили бы высоко и далеко. Линьфан мгновенно перевел взгляд на учеников секты Цзюлин. Когда ученики секты Цзюлин поймали взгляд Линьфана, их сердца дрогнули, как будто они были заключены в клетку страха. Этот человек убил старейшину Фына одним своим шагом. Они видели это своими собственными глазами. Если бы другая сторона хотела убить их, это было бы так же просто, как убить муравьев. Проваливай. Голос Линьфана был громогласен. Он был настолько грохочущим, что уши этих учеников болели от одного только его слышания. Но в этот момент это единственное слово не могло принести им больше радости. Тот факт, что они даже смогли сохранить свою жизнь, был благословением с небес. Секта Цзюлин. Линьфан давно знал, что эта секта Цзюлин была чем-то, что была создана его учеником, Тетзюлин. Хайс, эти два сопляка, они действительно вышли из-под контроля. Линьфан был немного раздражен прямо сейчас. Он отсутствовал всего пять лет, и все же им удалось вызвать весь этот шум. Если бы он уехал на 10 или 20 лет, разве весь мир Сюаньхуан не изменился бы полностью? Все бесплодные городские солдаты наблюдали за происходящим. Розинофорты, тот старейшина секты Цзюлин, который мог призывать все по своей прихоти и воле, был убит именно так. Если бы они не были свидетелями этого сами, кто бы в мире поверил этому? Босс, а куда мы сейчас направляемся, чтобы преподать этим двум соплякам урок? Линьфан посмотрел вдаль. Все в пределах мира Сюаньхуан было в его ладонях. Святой таинственный город. Это был самый большой город во всем Сюаньхуане. Население этого места составляло сотни миллионов человек. Эти земли были огромны, как Млечный путь среди галактик. Любому простолюдину понадобилось бы не меньше нескольких лет, чтобы хотя бы разглядеть каждый уголок святого таинственного города. Однако для истинно могущественных существ потребовалось бы всего день или два, чтобы пересечь город с северной стороны на южную. Вдоль улиц стояла группа людей, которые привлекали к себе взгляды многих. Большинство простолюдинов, проходивших мимо, в страхе отшатнулись. Ну, это было главным образом потому, что 14 песчаных бандитов выглядели ужасно пугающе с их лицами. Один взгляд и можно было сказать, что они не были хорошими парнями. Этот святой таинственный город не самый большой город в мире. Сюаньхуанг ни за что. Это просто великолепно. Даже улицы здесь гораздо шире, чем в бесплодном городе. Воскликнул Шадюлон. Действительно. Линьфан тоже не мог не признать этого. Это было всего лишь пять лет назад. Подумать только, что там будут такие значительные перемены. Если бы он дал им еще 10 лет, кто знает, как к тому времени будет развиваться мир Сюаньхуанг. Постронись, постронись. В этот момент впереди послышался какой-то шум. Первоначально шумные улицы начали становиться хаотичными. Линьфан и 14 песчаных бандитов стояли на обочине улицы, когда мимо них пронесся величественный экипаж, запряженный зверем. Все четыре стороны кареты были задернуты занавесками. Внутри был виден силуэт великолепной фигуры, сидящей неторопливо. Ко всему, что происходит сейчас, все давно привыкли. В этот момент впереди показался Лоточник, который не успел вовремя увернуться. Как раз в тот момент, когда его чуть не сбили с ног, Линьфан поднял палец вверх и сильный порыв ветра отбросил Лоточника в сторону. Лоточник, который думал, что его собьют насмерть, выполз из-под земли. Его лицо было одновременно испуганным и удивленным. Это звериная повозка Цзулинской императрицы женского пола. Вот именно. Это действительно очень величественно. Однако если они будут двигаться по городу с такой скоростью, что произойдет, если они собьют кого-нибудь с ног? Тишина. Разве ты больше не хочешь жить своей жизнью? Если бы тебя подслушали, ты бы точно попался. Хаис, Цзюлинская императрица женского пола восхитительно без равных. Просто, почему она должна быть такой деспотичной? Я слышал, что секта Святого Дьявола и секта Цзюлин собираются устроить дуэль прямо здесь. Интересно, каков будет результат? Сравнивая секту Святого Дьявола и секту Цзюлин, мы видим, что это одно и то же. Эти две секты одинаково властны. Я удивляюсь, почему Мастер Города вообще не вышел, чтобы остановить их. Мы говорим о самых крупных сектах. Если бы Мастер Города встал против них, он мог бы даже потерять свою жизнь. Линьфан стоял молча. Хотя он больше ничего не сказал, его брови все же нахмурились. Проклятая мать Кир. Судя по всему, эти два моих ученика еще более властны, чем был я. Глава 778. Изменения слишком велики. Это маленькое сердечко не выдержит всего этого. Ученик действительно превзойдет учителя. Линьфан почувствовал гордость. Однако, когда он думал об этом больше, эти два сопляка тоже не были такими уж старыми. И все же, они уже были такими властными. Если бы они стали старше, разве все не вышло бы из-под контроля? Неужели к тому времени даже он потеряет контроль над ними, как их хозяин? В этот момент сердце Линьфана дрогнуло. В то же время он сделал себе заметку, чтобы отметить Джанергау и других, которые сходили с ума вместе с этими двумя детьми. Если он не преподаст им хороший урок, то все небеса могут даже опрокинуться. Но Линьфан был очень заинтересован, чтобы увидеть, какие именно выходки эти два ребенка могут вызвать. Теперь, когда секта Цзюлин и секта Святого Дьявола пребывали в святой таинственный город, мастер города был полностью раздосадован и занят. За эти несколько дней, что они были здесь, весь святой таинственный город был уже в одном аду огромного беспорядка. Если бы они остались еще на какое-то время, разве святой таинственный город не имел бы огромного груза дерьма, чтобы очистить? Под его руководством святой таинственный город развивался очень быстро. У каждого была еда на столах, и они вместе наслаждались бы процветанием. Но всего лишь за эти несколько дней нашлось бесчисленное множество простолюдинов, над которыми издевались последователи этих двух главных сект. И если они почувствуют недовольство по этому поводу, то ничего не смогут сделать, даже если они сообщат об этом городским властям. Эти ребята вообще не могли обидеться. Вовсе нет. Когда ученики других главных сект направлялись в святой таинственный город, старшие поколения внутри их сект всегда предупреждало их, чтобы они не создавали никаких проблем. Но все же, эта секта Цзюлин и секта святого дьявола вообще не давали ФЦКС. Они не беспокоились и не просили, так как позволяли своим ученикам поступать так, как они хотели. Вначале он пытался найти членов этих двух основных сект. Однако он не смог найти никого из высших эшелонов власти вообще. Единственными, кого он смог найти, были нормальные старейшины. Но когда эти нормальные старейшины смотрели на мастера города святого таинственного города, никто из них не давал ему никакого лица, как будто они смотрели на муравья. Позже мастер города попытался обратиться за помощью и к другим крупным сектам. Однако, когда они услышали, что это была секта Цзюлин и секта святого дьявола, они решительно отвергли его. Поэтому конечный результат, к которому он пришел, был таков. Хотя он и был мастером города, но среди них не было никого, кого он мог бы позволить себе оскорбить. Линьфан привел 14 песчаных бандитов с собой на постоялый двор, чтобы немного отдохнуть перед так называемым Великим Матчем, который должен был начаться завтра. На следующий день святой таинственный город заметно оживился. Бесчисленные мастера боевых искусств съехались со всех концов города. В течение одного дня, как и огромное количество иностранных боевых художников в святом городе Тайн, там был океан. Куда бы ты ни пошел, всегда можно было услышать, как толпа горячо обсуждает предстоящую дуэль. Но большая часть толпы действительно обсуждала то, что оба гроссмейстера были чрезвычайно красивыми девушками. И не только это, они были молоды и все же обладали небывалой силой. По отношению к силе Цайчжица и Выцзюлин, Линьфан был, естественно, чрезвычайно ясен. Эти два отродья были обучены им лично. Таким образом, их потенциал был беспрецедентным. Можно даже сказать, что для них не было равных во всем мире Сюаньхуан. При этом скорость их культивирования была, естественно, в тысячи раз быстрее, чем у других. Это было особенно так с усилителем большого количества таблеток. Им было довольно трудно не быть сильными. Босс, я бы сказал, эти люди не слишком загадочны. Им всего лишь 13 или 14 лет, и все же они уже находятся в состоянии большей небесной полной культивации. Даже если они глотали целые куски таблеток, как это могло быть так безумно? Недоверчиво воскликнул Шадюлун. Несмотря на то, что Шадюлун следовал за Линьфаном раньше, было все еще довольно много вещей, которые он не знал о нем. Знаешь, что было бы действительно странно, если бы они не достигли большего небесного полного состояния культивации после того, как потратили целых пять лет, ответил Линьфан. Шадюлун посмотрел на Линьфана и в конце концов решил ничего не говорить. Он чувствовал, что сравнение с другими в конечном счете приведет к смерти для него самого. И это было особенно актуально для молодого поколения. Одно поколение за другим они становились все более свирепыми. Давай, пойдем посмотрим. Линьфан удалился куда-то вдаль. Шадюлун посмотрел на Линьфана. По какой-то причине у него возникло ощущение, что его босс чувствует себя не очень хорошо прямо сейчас. Местом дуэли была самая большая боевая арена всего святого таинственного города, и она была заполнена людьми, которые бросились сюда все для этой дуэли. Линьфан, Шадюлун и другие бандиты искали место и садились точно так же. Этот зюлинская императрица женского пола и великий магистр секты святого дьявола действительно гениальные существа мира. Интересно, кто был тем учителем, который мог бы обучить таких пугающих учеников? Вот именно. Прямо сейчас есть бесчисленное количество молодых людей в мире Ксуанхуанг, которые полностью увлечены этими двумя чудесными девушками. И это даже не считая людей, которые стремятся быть похожими на них. Однако я слышал от слухов, что гроссмейстеры этих двух сект были оба из той же самой секты в прошлом. Как же все дошло до такого? А кто его знает? Эти две секты уже некоторое время грызут друг друга за горло. Каждые три месяца будет проводиться небольшое соревнование. Каждые полгода соревнование среднего размера, а каждый год крупномасштабное соревнование. Кто знает, сколько раз они уже этим занимались? Слушая похвалы окружающих зрителей, Линьфан хмыкнул. Естественно, единственным, кто мог бы воспитывать гениальных учеников как таковых, был бы никто иной, как ваш покорный слуга. В этом мире, кроме вашего покорного слуги, у кого еще могут быть такие способности? Однако от этих слов настроение Линьфана резко испортилось. Однако я должен сказать, что эти две секты слишком деспотичны. Там было много людей, которые были запуганы ими. Я слышал, что когда-то был гроссмейстер небольшой секты, который завидовал тому, что они были слишком властными. Поэтому его повесили, чтобы ударить, и наказали стоять на коленях три дня и три ночи подряд. Хайс. Расточительство сына это все из-за учения отца. Даже если эти два гроссмейстера являются гениальными учениками, они просто слишком властны. Я тоже не думаю, что их хозяин должен быть добрым человеком. Тише. Тише. Как ты смеешь говорить такие вещи вслух? В этот момент Линьфан был так зол, что все его лицо почти позеленело. Черт возьми. Он был матерью, взявшей вину на себя без всякой причины. С этими двумя сопляками все было в порядке с самого начала. С какой стати Рим вдруг вздумалось вот так драться друг с другом? Я не думаю, что вы, ребята, все правильно поняли. Линьфан больше не мог этого выносить, так как чувствовал, что должен очистить свое имя. Люди, сидевшие позади Линьфана, были ошеломлены. Тогда они в недоумении спросили его, что не так. Я слышал, что их хозяин действительно честный и благородный человек, который спасал мир Сюаньхуан бесчисленное количество раз. Линьфан похвалил себя, даже не покраснев. Брат, откуда ты об этом знаешь? Я ну, я же их хозяин. На мгновение Линьфан не знал, что еще ответить. После довольно долгого молчания он перешел прямо к делу. Мужчины позади него посмотрели друг на друга. Не говоря больше ни слова, они встали и отошли в другое место, чтобы сесть. Этот человек не кажется мне таким уж старым. Подумать только, что там он будет нести чепуху. Я думаю, что с его мозгами что-то не так. Нам следует держаться от него подальше, чтобы не навлечь на себя беды. Когда Линьфан услышал эти слова, он был так зол, что не знал, что еще сказать. Затем его лицо помрачнело. Это все из-за этих двух проклятых сопляков. Я собираюсь преподать им хороший урок позже. В этот момент Линьфан связал проблему непосредственно с этими двумя детьми. Бум. Раздались аплодисменты, из пустоты замелькали фигуры. Над площадкой для дуэлей стояло несколько кресел. Они уже здесь. Цзулинская императрица женского пола здесь. Это великий магистр секты святого дьявола, императрица женщина Цзюцань. Там люди появлялись бесконечно. Когда Линьфан смотрел на этих людей, он не мог не испытывать ностальгии. Он видел, как они пребывают один за другим, и они совсем не изменились. Они все еще выглядели точно так же. Рев. Внезапно раздалось яростное рычание. Весь мир превратился в белоснежное государство, когда с неба поплыли морозные, леденящие кровь снежные цветы. Появилась гигантская фигура, закрывшая все небо. Это же снежный лев. Она город Цзюцаньской императрицы женского пола. Это действительно удивительно. Просто аура сама по себе достаточно, чтобы дать один мурашки по коже. Линьфан не ожидал, что этот снежный лев прошлого будет иметь такую огромную трансформацию всего за пять лет. На самом деле, сейчас она была даже сильнее своей матери. Гигантский снежный лев начал меняться и уменьшаться, пока она в конце концов не подошла к стороне Цзюца. Ку-ку-ку. Когда Линьфан услышал этот звук, он широко улыбнулся. Все, что он мог видеть, было огненно-красным пятном в небе, как будто океан пламени медленно распространялся. Чики, когда массы подняли свои головы в пустоту, они начали обсуждать. Это зверь-хранитель секты Цзюлин. Даже если это выглядит действительно странно, они говорят, что это действительно мощный. Вот именно. Интересно, что это за зверь такой. Даже Цзюлинская императрица женского пола должна относиться к нему с уважением. В этот момент в пустоте Чики все еще сохранял то самоуверенное отношение, которое у него когда-то было. В нем почти ничего не изменилось. Однако этот его хвост имел еще четыре хвоста по сравнению с предыдущими. Теперь у него было семь хвостов. Когда Линьфан увидел, что силы Чики выросли до такой степени, он почувствовал себя чрезвычайно воодушевленным. Но сразу же после этого его челюсть упала на землю, как будто он только что стал свидетелем чего-то чрезвычайно ужасного. Бог знает с каких пор он вдруг увидел трех цыплят, стоящих позади Чики. Каждый из них был лишь в четверть размера Чики. Один из них был одет в золото и серебро и выглядел очень богатым. У одного из них было все цвета по всему телу, а волосы стояли дыбом. Это был абсолютный хипстер. И был еще один, который был очень толстый. Если не обращать на него пристального внимания, то можно вообще не отличить его тело от головы. Даже в этот самый момент из его рта свисал огромный кусок мяса, когда он яростно махал крыльями, следуя за Чики. Чики подошел к Джулингу и направился прямо к сиденью, прежде чем лечь. В то же мгновение несколько учеников вхлынули вперед и начали массировать его крылья и ноги мгновенно. Что же касается Чики, то он изобразил на лице полнейшее удовольствие. Твою мать! Что, черт возьми, здесь произошло? В этот момент Линьфан практически взорвался. Это крошечное, хрупкое сердце его едва ли могло выдержать дольше. Глава 779 Это сложный вопрос. Линьфан всегда знал, что Чики был похотливым цыпленком. Однако он никогда не мог себе представить, что всего за пять лет отсутствия этого парня и Чики уже произвели на свет три птенца. И не только это. Одна из них была более изысканной, чем другая. Как вообще они могли вырасти такими? Хайс. Линьфан тяжело вздохнул. Он никогда не сомневался, что эти три цыпленка не принадлежали Чики. Один только их размер доказывал, что они были сделаны из одной и той же формы. Городской мастер святого таинственного города беспомощно сидел там. С минуту или около того он не знал, что делать. Глядя направо и налево, он не имел ни малейшего понятия. Он мог только надеяться, что на этот раз все пройдет мирно, и тогда он сможет спокойно отослать этих двух богов с обеих сторон. Хайм. Джицао и Титзюлин обменялись взглядами друг с другом, прежде чем холодно фыркнуть. Младшая сестра, даже если ты этого не хочешь, ты должна признать это на этот раз. Прошло уже пять лет с тех пор, как Линьфан в последний раз видел Джицао. Теперь она утратила свое детское выражение лица. Каждое ее движение несло с собой необычайно сильный авторитет. Старшая сестра, зачем ты все это делаешь? Мы занимаемся этим уже несколько лет. И все же, вы не смогли сделать мне ничего особенного. Я тот, кто унаследовал подлинное наследие нашего мастера. И это также факт, что ты мне не ровня. Это ты Джулинг ответил. Секта святого дьявола это истинное наследие. А это ваша секта Джулин или что там еще к чему это вообще сводится? На этом изящном лице Цайджицао было написано презрение. Секта святого дьявола была оставлена для тебя нашим старшим братом. Мне это не нужно. Ты просто забираешь то, чего другие не хотят. Наш хозяин прожил свою жизнь с блестящей репутацией. Как я могу, ты Джулинг, позволить кому-то вроде тебя быть моей старшей сестрой? Ты, Джулинг, ответил с презрением. Младшие сестры, как насчет того, чтобы вы оба поспорили с предложением меньше? Раздраженно сказал Тяньюи. До сегодняшнего дня он понятия не имел, как все это произошло. За несколько дней до раскола секты все было еще хорошо. Однако внезапно этим двум младшим сестрам пришла в голову идея расколоть секту. И они направились прямо к старшему брату, чтобы заставить его отпустить свою позицию. Заткнуться. Джуцао и Тыцзюлин повернули свои головы вместе на Тяньюи, который мог только беспомощно вздохнуть. В него опять ни за что не целились. Джан Йергау сидел там, положив руку на лоб. Сейчас он чувствовал только сильную головную боль. Как большой старший брат, он действительно не знал, что ему делать с этим. Эти две младшие сестры были любимицами его учителя. Должен ли он их ударить, но он не посмел этого сделать. Стоит ли ему их ругать, он не знал, как это сделать. Поначалу он думал, что эти две младшие сестры через некоторое время поправятся. Но, кто бы мог подумать, что спор станет только более суровым, до состояния, когда они больше не знали, как забрать после этого. В этот момент Джан Йергау вспомнил о своем учителе. Если бы только его хозяин был рядом, один его взгляд мог бы остановить этих двух сопляков. Но теперь, когда все дошло до этого бесповоротного состояния, Джан Йергау мог только беспомощно передавать роли. Он и Тянью следовали бы за Чжицаа, в то время как Митсунце и Фэн Бужуи следовали бы за вами Цзюлин. В глазах Джан Йергау это было чрезвычайно справедливо, без какой-либо доли предвзятости. Он даже не отпустил этих зверей. Поскольку у Чжицаа был снежный лев, Джан Йергау умолял Чики последовать за ним вместе с вами Цзюлин. Это был самый справедливый способ распределения, так что две младшие сестры не могли жаловаться ни на что другое. Что же касается Гонгбинги, то она оказалась в самом центре событий. Она в одиночку воспитала этих двух сопляков. В конце концов, у нее не было выбора, и она решила не принимать ничью сторону и оставаться в секте славы. И, по мнению Джан Йергау, он был благодарен, что их сила была довольно приличной. Это было особенно учитывая, что существовали секты, которые были действительно близки к своему учителю, такие как секта славы, секта Сюаньцзяни и секта Цзюйся, которые наблюдали за ними. Иначе кто бы вообще знал, сколько сект нападет на них из-за проблем, вызванных этими двумя детьми. Что же касается отдельных дел, которые вели эти два отродья, то Джан Йергау никогда не признавал ни одного из учеников, которых они приняли после. Что же касается сект, которыми владели эти два отродья, то он их тоже не признавал. Для него единственная святая дьявольская секта, которую он признавал, была одна с его учителем, а не эти две секты, которые были выскочили из ниоткуда этими двумя детьми. Большой старший брат, скажи нам ты, за последние несколько лет, кто сделал лучше всего? Кто тот, кто унаследовал истинное наследие нашего мастера? Эти два отродья смотрели на своего старшего брата так, словно вопрос этот не будет решен, пока он не даст им ответа. Это ну, вы оба порядочные люди. Джан Йергау мог ответить только так. Нет, это неправильно. Вы должны дать нам один единственный ответ. Джан Йергау действительно хотелось заорать, что он их старший брат. Он хотел пригрозить, что если они оба будут продолжать вести себя так нагло, то для них обоих все будет кончено. Однако он мог думать об этом только в своем сердце. У него не хватило духу прокричать это вслух. И это на мгновение Джан Йергау вообще не знал, что сказать, поскольку он бросил свой взгляд на Фэн Бужуэ. Намерения Джан Йергау были ясны. Как два и краткое старший брат, вы не можете пройти через это, не сказав ничего вообще. Верно. Когда Фэн Бужуэ увидел знакомое выражение лица Джана Йергау, он яростно дернул головой в сторону и посмотрел на этого неординарного хипстерского сына, которого Чики обнимал в своих крыльях. Ай-яй, цыпленок 2, твои волосы выглядят довольно стильно в эти дни, да, кукушка? Хипстерский цыпленок номер 2 поднял свою сказочную голову и несколько раз вскрикнул, показывая свое счастье. Старший брат, говоришь ты. Они оба повернулись, чтобы посмотреть на Мицунцы. Мицунцы овладела неубиваемым, неразрушимым. Таким образом, его сердце было твердым и решительным, а лицо всегда холодным и холодным. Он был тем, кто мог контролировать жизнь и смерть. Однако в этот момент он тоже не мог не чувствовать себя брошенным. В конце концов, он сделал серьезное лицо и ответил. Это действительно сложный вопрос. Ты должен позволить своему старшему брату уйти и занять некоторое хорошее время, чтобы исследовать это. Я дам вам ответ через несколько лет, ребята. Старший брат, ты же скупщик краденого, который качается в обе стороны. Некоторое время назад ты сказал, что у меня получилось лучше. Ты, Джулинг, невесело заметил. На ее ледяном лице промелькнула тень неудовольствия. Прямо сейчас Мицунцы можно было считать одним из самых могущественных существ верхнего яруса во всем мире Сюаньхуан. Даже гроссмейстер секты славы больше не был ему ровней. В этом мире все знали о Мицунце как о боге смерти. Если бы кто-то из простых людей сказал что-то подобное, они бы умерли, даже не зная, как они умерли. Однако прямо сейчас лицо Мицунцы было спокойным, как тихая вода. Он притворился, что ничего не слышит. Подняв голову в пустоту, Мицунцы не мог не сокрушаться. Ах, дорогой мастер, вы ушли так легко и беззаботно. Подумать только, что вы оставите с нами огромный беспорядок, чтобы убрать после. Чики, ты говоришь, если я сделаю все возможное, ты кивнешь головой. Если бы она сделала все возможное, ты бы покачал головой. Джица посмотрел на Чики и спросил. Кук. Я же просил тебя кивнуть или покачать головой, а не Кук. Кук. Сейчас Чики лежал там, как мертвый труп. Чтобы они не спрашивали, он всегда отвечал с кудахтаньем. Другого ответа не последовало. Каждый раз, когда происходила дуэль, что-то само собой происходило. Для Джана Эргау и других это, несомненно, было формой мучения. Не имея возможности получить ответ, который они хотели получить в своих сердцах, и Джица, и Тыцзюлин холодно фыркнули, прежде чем снова посмотреть друг на друга. Давайте выложим наши карты на стол голыми. Я просто должен увидеть, если ученики, которых вы обучили, сильнее, чем те, которых я обучил. В припадке крикнул Джица. Конечно, когда мастер был рядом, ты уже не мог конкурировать со мной. И теперь, когда учителя нет рядом, неужели ты действительно думаешь, что ученики, которым ты учил, могут быть сильнее моих? Ты, Джулинг, хмыкнул. Смотри и увидишь. Линьфан прятался в толпе прямо сейчас. Он внимательно оглядел всех, кто сидел на этих местах. Один за другим он не мог неодобрительно кивнуть головой. Состояние культивации Джан Эргау становилось все сильнее. Прямо сейчас он уже был более великим небесным существом полного состояния культивации. В то же время Джан Эргау испускал сильную пилюльную ауру. Линьфан мог бы сказать, что его методы культивирования таблеток должно быть улучшились не по дням, а по часам. Тем не менее, аура таблетки, которая оборачивалась вокруг Джан Эргау, действительно заставляла Линьфана смотреть на него в другом свете. Учитывая мастерство Линьфана в выращивании пилюль, одного взгляда на пилюльную ауру человека было бы достаточно, чтобы он знал о том, какие пилюли выращивают эти люди. И с аурой пилюли Джан Эргау он мог видеть, что практически все они были действительно тенистыми таблетками. Донг. Пусть поединок начнется. В этот момент и началось главное событие. Глава 780. Просите, чтобы в вас ударила молния. Линьфан очень хотел посмотреть, на какие уловки способны эти два сопляка. Подлинная секта, может быть, это то, из-за чего они дрались, что привело к этой дуэли. В этот момент Линьфан кое-что понял. Эти двое его учеников были девочками. Глубины женских мыслей были подобны океану. В один момент все могло быть спокойно и приятно, а в другой весь мир мог рухнуть и разбиться. Даже если бы это была всего лишь мелочь, все что угодно могло бы сработать как предохранитель для цыпочек, заставляя их взрываться так сильно, что можно было бы практически поставить под сомнение всю свою жизнь из-за этого. В то же время, Линьфан был глубоко скептически настроен по поводу роли Чжан-Ергау как старшего брата сейчас. Когда твоего покорного слуги не было рядом, этот парень должен был стать главой семьи. И все же, он был так сильно оттеснен этими двумя сопляками. Разве это не было неловко или что? По отношению к Чжан-Ергау у Линьфана было много вещей, которые он хотел выплюнуть прямо ему в лицо в этот момент. Однако пока он с этим смирился. Я просто хочу посмотреть, насколько больше беспорядка вы, ребята, можете создать. Линьфан стоял неподвижно, сложив руки на груди. Его намерения были ясны. Пожалуйста, продолжайте шоу. Время шло за секундами и минутами. Первая часть поединка была полностью между группой учеников. Хотя это может быть впечатляющим в глазах других. Для кого-то столь опытного, как Линьфан, они не стоили ни одного упоминания. Прямо сейчас возбуждение в атмосфере достигло своего пика. Было много членов из разных сект, которые собрались, чтобы наблюдать за этой дуэлью. В то же время старейшины этих сект также были полны комментариев. Даже при том, что этот ученик является лишь существом низшего небесного уровня развития, того количества силы, которые он проявил, было бы достаточно, чтобы бороться с существом среднего уровня. А как же тогда секта Святого Дьявола и секта Цзюлин обучают своих учеников? Как же это так эффективно? Старшая сестра, мои извинения. Твоя младшая сестра скромно победила. Твои брови Джулинг дернулись вверх, когда она ухмыльнулась. Хэм. Цайджица холодно фыркнул. Затем она встала с ледяным выражением лица. Старшая сестра, что ты пытаешься сделать? Может быть это потому, что ты обиженный неудачник? Это ты, Джулинг спросил. Младшая сестра, мы с тобой идем. Кто проиграет, тот должен будет распустить свою секту. В то же время, отныне и впредь, пока где-то появляется победитель, проигравший должен будет удирать далеко от этого места. Сказал Джулинг. Обе младшие сестры, не шутите так больше. Вы оба из одной секты и оба ученики нашего учителя. Не позволяйте таким мелочам разрушать наши гармоничные отношения. Если бы хозяин узнал об этом, он бы рассердился. Воскликнул Джан Иргау. Старший брат, ты сказал, что я не могу сравниться с ней. Сегодня я собираюсь проявить себя. Серьезно ответил Джица. Младшая сестра, ты не можешь здесь клеветать на своего старшего брата. С каких это пор твой старший брат говорит что-то подобное. Джан Иргау был в замешательстве, так как он немедленно закричал нецензурно. Когда ты пошел пить с нашими старшими братьями в тот роковой день, я услышал тебя снаружи. Сказал Джица. Ну и что же? Джан Иргау был ошеломлен. Он сказал что-то вроде этого. Джан Иргау отчаянно пытался вспомнить. Внезапно он вспомнил, как несколько дней назад обе его младшие сестры поссорились друг с другом. Похоже, он угостил всех своих младших братьев хорошей выпивкой. И в тот роковой день ему показалось, что он сказал что-то вроде того, что потенциал Джица не сопоставим с потенциалом Дзюлина. Младшая сестра, твой старший братец тогда еще был пьян. Джан Иргау попытался объясниться. Он никак не ожидал, что тот случайный разговор, который он имел со своими младшими братьями после выпивки, мог пробудить такой напряженный боевой дух внутри Джица. Старший брат в пьяном виде всегда говорят правду. Заметил Джица. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на вас, Дзюлин. Ты смеешь? Старшая сестра, ты хочешь драться со мной по любому поводу. Когда я называла себя Дзюлинской императрицей женского пола, ты называла себя Дзутианской императрицей женского пола. Ты просто хочешь превзойти меня во всем, что я делаю. Поскольку ты так сильно хочешь сражаться, то твоя младшая сестра, естественно, будет подчиняться тебе до самого конца. Но, когда ты потом проиграешь, старшая сестра, не приходи ко мне плакаться и отказываться признать поражение с полным носом соплей. Это ты, Джулинг ответил. Хэм. Кто кого боится? Фигуры Джица и Юдзюлинг быстро вспыхнули, и в мгновение ока они уже были на боевой арене. Ученики всех различных сект, которые наблюдали за этим, начали горячо обсуждать этот вопрос. Идзюлинская императрица, идзютианская императрица действительно красивы. Разве ты не утверждаешь очевидное? Если бы это было не так, разве мы так безумно боготворили бы их в течение последних нескольких лет? Я думал об этом день и ночь. Если бы я только мог жениться на одной из них, как мой партнер, насколько это было бы хорошо? Это будет стоить того, даже если это будет стоить мне 10 лет моей жизни. Ты сейчас практически грезишь наяву. Даже если это будет стоить тебе сотни лет жизни, у тебя не будет ни единого шанса. Почему ты так говоришь? Неужели у меня даже нет права мечтать? Линьфан нахмурил брови, прежде чем расслабиться. Теперь, когда дело дошло до такого, он мог бы хорошенько посмотреть, как далеко продвинулись эти два отродья. Еще тогда, когда он только что ушел, он поделился с ними довольно большой частью своих знаний. Однако он не знал, каким образом они овладели этим знанием за последние несколько лет. Оба его ученика были чрезвычайно одарены талантами. Еще тогда, когда он принимал джица в качестве своего ученика, потенциал этого сопляка был практически мусором. Однако под его руководством ее потенциал уже был доведен до предела. Что касается тебя, Джулинг, то ее потенциал еще тогда, когда он взял ее к себе, был уже довольно приличным. Позже, следуя его осторожному руководству, ее потенциал тоже достиг своего пика. Можно было бы сказать, что даже если бы он бросил этих двух отродей в древний святой мир, они могли бы быть несравненными гениями. Внезапно вся сцена погрузилась в молчание, пока джица и джиулин смотрели друг на друга. Единственный шорох листьев обозначил сигнал к нападению. Совсем неплохо. Когда Линьфан увидел эту сцену, он не мог не кивнуть головой в знак согласия. Мастерство, продемонстрированное ими обоими, было довольно приличным. Большой старший брат. Что же нам теперь делать? Спросил Фэн Бужуи с ошеломленным видом. Если ты спрашиваешь меня, то кто я такой, чтобы спрашивать? Ты ведь тоже знаешь о нраве этих двух младших сестер. Они бы только смягчились под уговорами, а не принуждением. Кроме нашего хозяина, никто другой не может обуздать их. Беспомощно ответил Джан Йергау. Тем не менее, он все же сосредоточил все свое внимание на процессе. Если что-то пойдет на юг, он немедленно вмешается. Когда городской мастер святого таинственного города увидел это, он сильно вспотел. Как они могут это сделать? Эта боевая арена вообще не создана для того, чтобы противостоять силе, производимой двумя более великими небесными существами полного состояния культивации. Бам! Боевая арена начала трескаться под давлением. В тот момент, когда они оба ударили, это вызвало огромный торнадо. Потрясающе! Это уж слишком зрелищно. Подумать только, что эти две молодые девушки будут обладать силой такого уровня. Кучка старых скот, как мы действительно были тратить наши жизни, как собаки. Шадо Лонг не мог не сокрушаться. Остальные 14 песчаных бандитов согласно закивали головами, поскольку не могли не согласиться. Линьфан внимательно наблюдал за происходящим и время от времени хмурился. Эти два его ученика мастерство их ног было чертовски жестоким, не так ли? Мечи бьют это показано до совершенства. Если бы не тот факт, что они оба знают о силе этого навыка, они могли бы даже недооценить его сами. Ай! Для этих двух сопляков, чтобы быть в состоянии освоить этот переход в такое состояние, я задаюсь вопросом, сколько людей, должно быть, пострадали за это? Остановись! Вы оба должны остановиться! Вы, ребята, хотите уничтожить весь святой таинственный город? Когда мастер города увидел, как вся земля рассыпалась на части, а повреждения распространились наружу, он был поражен. Если бы это продолжалось дальше, окружающие структуры могли бы быть не способны справиться с дрожью и в конечном итоге рассыпаться на части. Вали отсюда! Взревели в унисон тжица и тзюлин. К этому времени они дрались так сильно, что их глаза покраснили. Городской мастер святого таинственного города сглотнул слюну. Он был полон страха перед этими двумя могущественными существами. Однако у него не было другого выбора, кроме как выделиться, учитывая, как развивалась ситуация. Если бы это продолжалось, то даже весь святой таинственный город мог бы рухнуть. Для этих могущественных существ обычные люди могли быть только муравьями. Однако для него все они были его гражданами. Поскольку битва между ними обоими продолжалась, аура, которую они испускали, усилилась. Если бы они не были осторожны, то все в радиусе ста миль. Нет, даже тысячи миль могли бы почувствовать эти отголоски. Младшие сестры, довольно. Джан Эргау встал. Младшая сестра, я не собираюсь проигрывать тебе. Взревел тжица. Она вообще не обратила внимания на слова Джан Эргау. Даже если ты не хочешь проиграть, то проиграешь. Ты никак не можешь победить меня. Тебя, Джулинг, это тоже нисколько не беспокоило. Бум. Их движение столкнулось и засияло ослепительным сиянием. Из него вырвалась серия афтершоков. Когда мастер города увидел эту сцену, все его лицо было лишено красок. Даже оказавшись в ловушке между этими силами было достаточно для него, чтобы почувствовать, как его тело может разорваться в любой момент. Младшие братья, входите. Мы должны остановить это. Сегодня наши младшие сестры немного выходят из-под контроля. Поспешно крикнул Джан Эргау. Утвердительный ответ. Фэн Бужу и остальные кивнули головами. Эта ситуация прямо сейчас действительно казалась немного за бортом. В святом таинственном городе было бесчисленное множество простых людей. Это место не должно быть разрушено их младшими сестрами. И как раз в тот момент, когда Джан Эргау и остальные улетели в пустоту, они почувствовали огромное количество силы, которая хлынула вниз во всей вселенной. Этого достаточно. Внезапно раздался громовой голос. На самом деле, весь мир даже начал дрожать, как будто он вообще не мог противостоять этой силе. Джан Эргау и другие были укоренены. Эта сила заставляла их чувствовать себя совершенно беспомощными. Выражение лиц Джица Айцзюлин, которые в тот момент обменивались ударами, тут же изменилось. Силы внутри их тел вскипели, когда яростный гнев хлынул прямо в их сердце. А кто там? Убирайся к чертовой матери. Как только Линьфан услышал эти слова, он был ошеломлен. Эти ученики ругали своего учителя. На мгновение Линьфан даже не смог перевести дыхание. Они просили, чтобы их поразила молния. Я вижу, что твои крылья сейчас крепки. Хорошо. Отлично. Линьфан вскочил со своего места, когда его глаза наполнились яростью. Глядя вдаль, его могучее и властное присутствие вырвалось наружу. Джан Эргау и остальные повернули головы на этот голос. В этот момент их лица изменились. Джица Айцзюлин были поглощены яростью прямо сейчас. Но когда они увидели фигуру вдалеке, они замерзать вверх полностью. Глава 781. Встаньте рядом с солнцем в это мгновение весь мир за мир. Зрители, сидевшие вокруг Линьфана, наблюдали, как эта чушь извергает парня с отвисшей челюстью. Без малейшего колебания они бежали так быстро, как только могли, чтобы оказаться как можно дальше от него. Поторопись и беги. Этот парень больше не хочет жить своей жизнью. Не впутывайся в это дело. В считанные секунды вокруг Линьфана не осталось никого, кроме 14 песчаных бандитов. Все смотрели на этого человека, широко раскрыв пасти. Да кто же он такой на всем белом свете? Почему он посмел сказать что-то подобное? Понятия не имею. Но я думаю, что его мозг должен быть ржавым. Женщина-императрица Айцзюлин недобрая душа. Ее методы чрезвычайно жестоки. Там стоял Линьфан. Заложив руки за спину и слегка склонив голову на бок, он острым взглядом оглядел все, что находилось в отдалении. Тьфу, тьфу, тьфу. Джан Ергау и остальные сидевшие на сиденьях резко выпрямились, как будто только что стали свидетелями чего-то невероятного. Как будто к их ногам была привязана тяжелая цепь, они тащили свои ноги к Линьфан шаг за шагом. Действительно, сегодня я узнал кое-что новое. Теперь, когда за вами никто не присматривает, ваши крылья действительно окрепли. Холодно спросил Линьфан. Хотя его голос не был громким, он был похож на холодный ветер, заставляя сердца Джан Ергау и других замерзнуть полностью. Этого не может быть верно. Все могущественные существа секты Святого Дьявола и секты Цзюлин встали. Неужели они собираются ударить его вместе? С чего бы этому молодому человеку говорить что-то подобное? Может быть, он ищет смерти или что-то в этом роде. Некоторые старейшины из других сект смотрели на эту фигуру издалека в замешательстве, не зная, кто же он такой. Чики, удобно сидевший на стуле, тоже резко выпрямился, когда услышал эту фразу. Своими остекленевшими глазами он смотрел вдаль. И тут же его крылья затрепетали, когда он рванулся вперед. Даже слезы текли из его широко раскрытых глаз, как будто он только что был переполнен эмоциями. Когда Линьфан увидел бегущего к нему Чики, его сердце тоже наполнилось ностальгией. Однако Линьфан чувствовал, что в данный момент ему следует придерживаться этого сурового взгляда. В противном случае, они могли бы действительно думать, что этот вопрос будет проходить просто так. Пряк Чики бросился к нему издали. Он уже почти добрался до объятий Линьфана, когда тот шлепнул его на землю. Линьфан вообще не использовал никакой силы. В противном случае, учитывая состояние культивации Чики, он определенно взорвался бы только с этим одним ударом. В этот момент эти извращенные три сына Чики порхали в шуме, когда они толпились и защищались вокруг Чики. Большой цыпленок, который был весь в золоте и серебре, естественно, почувствовал, что все его куриные волосы стоят при виде того, как его куриного папу избивают. Сердито крикнул он. Металлические приспособления на его теле даже издавали лязгающие звуки от столкновения друг с другом. Не мейнстрим хипстер цыпленок 2, который щеголял этими сказочными цветами на своем курином теле, махал хвостом влево и вправо. Используя свой клюв, он яростно клевал пальцы ног Линьфана. Однако, учитывая физическое состояние Линьфана, курица 2 была тем, кто чувствовал невыносимую боль, делая это. Этот чрезвычайно жирный куриный жир громко вскрикнул, и большой кусок мяса в его рту упал на землю. Затем он наклонился и клювом сорвал этот кусок мяса обратно, после чего он врезался в тело Линьфана своим полным телом, как будто он хотел бороться с Линьфаном своей жизнью. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Чики поспешно поднялся с земли. Одним взмахом крыльев он отшвырнул всех троих своих цыплячьих сыновей в сторону и посмотрел на Линьфана своими жалкими и яркими глазами. Он тихо вскрикнул пару раз, прежде чем расправить крылья и обнять ноги Линьфана. Когда его голова коснулась ноги Линьфана, он потер ее снова и снова, как будто действительно скучал по этому чувству. Все окружающие зрители были совершенно ошеломлены таким развитием событий. Этого ведь не может быть, правда? Это чрезвычайно свирепый божественный зверь-хранитель секты Цзюлин. Подумать только, что этот человек просто так отшлепает его, а что здесь вообще происходит. Подумать только, что ужасающий божественный зверь-хранитель не сердится, а вместо этого обнимает ноги этого парня. Должно быть, я сплю, да? А если нет, то кто же этот парень? Глядя на то, как выглядел Чики, Линьфан больше не мог действовать, когда он поднял его одной рукой. Ну ладно, жареный цыпленок. Твой покорный слуга ушел совсем недавно, не так ли? И все же, ты действительно умеешь получать удовольствие, а? Подумать только, что вы будете действовать первым, а потом отчитываться, чтобы произвести здесь трех маленьких цыплят. Вам лучше не говорить своей покорной, что эти три ваших сына все родились от нормальных цыплят. Линьфан знал, что Чики никогда не был придирчивым едоком. До тех пор, пока это была курица, он мог вынести это. А кроме того, у него был особый фетиш на домашнюю птицу. А что касается этих трех маленьких птенцов, то, несмотря на то, что их родословная была сильной, она была чрезвычайно смешанной, как будто их матери вообще не происходили от каких-либо сильных и благородных кровей. Ну и что же, это действительно так? Чики, которого держал в руке Линьфан, спокойно кивнул головой, словно молчаливо принимая слова Линьфана. Линьфан осторожно прикрыл глаза, словно от отчаяния. Действительно, когда его не было рядом, этот Чики вообще не мог себя контролировать. Линьфан даже не знал, что сказать дальше. Чики был потомком, который происходил от двух старых древних зверей. И вот теперь, когда дело дошло до его поколения, он произвел на свет трех маленьких смешанных потомков. Если бы отец Чики узнал об этом, разве он не порубил бы Чики на куски? Линьфан отпустила Чики. Тут же Чики захлопал крыльями и прыгнул на плечо Линьфана. Для Чики это плечо Линьфана было его собственностью. Никому и в голову не придет отнять у него это место. Мастер. Когда Чжан Ергау и другие подошли к Линьфан, они распростерлись на месте и эмоционально закричали. Возвращение их хозяина, естественно, вызвало в их сердцах мириады эмоций. Но для окружающих зрителей эта единственная сцена разрывала их разумы на части. Что они там делают? Может, я что-то слышу? Неужели они только что назвали этого молодого человека своим господином? И это все были совершенно ошарашены. Секта Цзюлин и секта Сианских дьяволов были несравненно сильны. Кто из их старших не был ужасающим существом? Но подумать только, что эта группа могущественных существ действительно называет молодого человека своим господином. Разве это не было слишком поразительно? Ерга. Линьфан на самом деле не злился. Тем не менее, он чувствовал себя немного раздраженным в своем сердце. Да, господин. Ерга здесь. Чжан Ергау, который всегда был авторитетным для посторонних, был чрезвычайно несчастен и прятался прямо сейчас. После всех этих лет Чжан Ергау уже давно широко распространил свое имя. Для любого из внешнего мира, хотя они чувствовали, что имя Чжан Ергау было довольно грубым, это действительно оставляло их чрезвычайно испуганными. Но вид этого могущественного существа, отторгающего свою властную ауру и принимающего съеживающуюся позицию, не позволял им смириться с этим. Что же касается Чжан Ергау, то скрывать свое истинное я было действительно слишком жалкой жизнью. Теперь, когда его учитель, который отсутствовал в течение пяти лет, наконец вернулся, Чжан Ергау действительно хотел вернуться к своему истинному я. Когда Линьфан посмотрел на это жалкое состояние Чжан Ергау, у него тоже слегка разболелась голова. Как же он не изменился за все эти годы? Для Чжана Ергау его жизнь уже изменилась в тот самый день, когда он полюбил своего учителя. Иногда Чжан Ергау вздыхал, когда тщательно обдумывал свою жизнь. Это было какое-то гребанное невероятное чудо, если честно. Прямо перед отъездом, что я тебе говорил? Спросил Линьфан. А Чжан Ергау был ошеломлен. Затем он смущенно опустил голову. Учитель, вы сказали мне, что после вашего ухода я должен вести всех вместе и оставаться единым. Мы должны любить и заботиться друг о друге, пока ты не вернешься. Это были слова, которые Чжан Ергау всегда помнил. Но, глядя на ситуацию прямо сейчас, она не казалась такой же, как та, что он обещал. О, ты все еще помнишь их? Но сейчас ситуация выглядит не совсем так, да? Или ты хочешь сказать, что я вернулся не вовремя? Скептически спросил Линьфан. Господин, я ошибаюсь. Чжан Ергау опустил голову и тихо сказал. Перед Линьфан он был похож на маленького мальчика, ожидающего наставления от своего родителя за некоторые проступки. Окей, это хорошо, что ты знаешь, что ты не прав, глядя. На то, как Ерга ведет себя таким образом, Линьфан не продолжил. Когда Чжан Ергау услышал, что его хозяин простил его, его лицо снова стало дерзким. Затем он продолжил мягко. Но на самом деле, вы не можете полностью винить меня в этом, мастер. Знаете, господин, вы так горячо любите этих двух младших сестер. Как старший брат, как я посмею вмешаться в их дела. Так себе. Чжан Ергау посмотрел на Линьфана и яростно заморгал, не смея продолжать. Собачий мальчик, ты изменился. Вы пытаетесь сказать, что ваш хозяин здесь не прав косвенно? Спросил Линьфан. Эн нет, господин. У Ерга определенно нет таких намерений. Но даже если это и было правдой, чтобы не дать своему хозяину продолжать бронить его, Ерга мог только идти против своего сердца и поспешно объяснять. Ты действительно слишком бесчестна. Когда мы вернемся, ты будешь замешан в этом деле. Но сейчас мы оставим это на первое место. Линьфан беспомощно покачал головой. Затем он посмотрел на своих двух учеников. Но почему же, как только вы, ребята, видите, что ваш мастер вернулся, вы все еще стоите там глупо? Почему вы хотите продолжать ругать своего хозяина? Видя сумасшедшие изменения этих двух его учеников, Линьфан был действительно не в состоянии вернуться к своим чувствам на мгновение или около того. Молодая женщина действительно сильно отличалась от маленькой девочки, которой она когда-то была. Если бы он отложил свое возвращение еще на несколько лет, разве эти ребята не взлетели бы в небо, чтобы стоять рядом с солнцем? Глава 782. Не-е-е-ет, господин. Лица этих несравненно властных и холодных женщин-императриц в этот момент были как у маленького ребенка. Они опустили головы и сжали пальцы вместе. Казалось, что прямо сейчас они сделали что-то плохое. Все, кто наблюдал за ними, терли глаза, не в силах поверить в эту сцену прямо сейчас. Подумать только, что эти высокие и холодные женщины-императрицы прямо сейчас испускают такое выражение. Это было действительно потрясающе. Чего вы оба все еще там ждете? Линьфан усмехнулся. Лица Джица и Цзюлин засветились. Мастер. Две девушки посмотрели друг другу в глаза, и в их глазах вспыхнул огонек соперничества. И тут же они оба бросились бежать, словно соревнуясь, кто быстрее доберется до своего хозяина. Господин. Джица скучал по тебе. Джица бросился прямо в объятия Линьфана. Господин. Цзюлин тоже скучал по тебе. Линьфан ласково погладил их по головам и ободряюще улыбнулся. Это был тот тип жизни, который можно было считать беззаботным. Твою мать. Подумать только, что этот молодой человек станет хозяином двух великих женщин-императриц. Этого не может быть. Эти две великие женщины-императрицы уже так сильны, а их повелитель так молод. Насколько же сильным он должен быть тогда? Некоторые старейшины главных сект, принадлежавшие к старшему поколению, наконец-то осознали, что происходит. И тут же на их лицах отразилось изумление. Они открыли для себя чертовски важную новость. Этот человек вернулся. Они знали о том, что случилось с миром Сюаньхуан в прошлом. Если бы не этот человек, они бы давно вымерли. И твой хозяин тоже скучает по вам обоим. Подумать только, что вы, девочки, так сильно выросли всего за пять лет. В прошлом Линьфан никогда не думал о том, чтобы принимать учеников. Но кто знал, что все встанет на свои места вместе с судьбой и близостью. Затем он оглядел их обоих, и в мгновение ока эти две маленькие девочки выросли настолько. Все многообещающие молодые люди на зрительских местах смотрели на Линьфана с выражением эмоций на лице. Мастер был сродни отцу. И если бы они могли уничтожить женщин-императриц, этот человек был бы их тестем. В этот момент все эти многообещающие молодые люди думали о том, как добиться расположения Линьфана. Если бы они могли сделать его счастливым, и он каким-то образом обручил бы своего ученика с ними, разве это не было бы чертовски веселым событием? А как прошли эти несколько лет? А вы, ребята, пострадали? Мягко спросил Линьфан. Учитель, младшая сестра издевалась надо мной все это время. Джи Цау ставился на тебя, Дзюлин. У нее больше не было характера императрицы женского пола, когда она жаловалась. Мастер, эта старшая сестра издевалась надо мной. Она борется со мной за все. Не имея возможности принять это лежа, ты, Джулинг, немедленно опроверг мои слова. Хэм. Затем они оба сердито посмотрели друг на друга. Ах, вот как? Вот именно, хозяин. Младшая сестра была очень непослушной. Я столько всего пережила за последние несколько лет. Сказал Джи Цау. Господин, старшая сестра лжет. Я тот, кто был запуган самым худшим. Господин, вы должны мне поверить. Они оба потянули Линьфана за руки и обвинили друг друга. Линьфан молча кивнул головой, как будто он слышал их обоих. Эргу, принеси мне два стула. Спокойно спросил Линьфан. Да, господин. Недолго думая, Эрга поспешно побежал искать табуретки. Господин, я так и знал. Ты самый лучший для меня. Ты же знаешь, что твой ученик. Я устал. Джи Цау всегда так зависел от Линьфана. Даже теперь, когда она выросла, она все еще любила кокетничать перед Линьфан, как маленькая девочка, которой она была. Поначалу, когда она была единственной ученицей своего учителя, Джи Цау чувствовала, что ее переполняет любовь. Позже она как-то обзавелась младшей сестрой. Это заставляло ее чувствовать себя так, как будто любовь, данная ей учителем, была разделена на две части. Господин, ты мне тоже нравишься больше всех. А ты, Джулинг, прибавил. Да, это так. Это было утомительно. Лицо Линьфана не изменилось. Его тон тоже, казалось, что-то подразумевал. Никто из окружающих зрителей не ушел вообще. В этот момент все они хотели знать, что будет дальше. Хозяин, я принес табуретки. Эрго держал по одной штуке в каждой руке и торопливо подошел, пыхтя. В глазах Эрго он просто чувствовал, что сейчас произойдет что-то плохое. Просто положи их сюда. Спокойно ответил Линьфан. Эрго пожал плечами, не зная, что собирается делать его хозяин. Затем он посмотрел на своих младших сестер. Теперь они могли рассчитывать только на свои собственные счастливые звезды. Учитель, я только что сильно поссорился с младшей сестрой. Я чувствую себя такой усталой сейчас. Джи Ца сел. Однако она по-прежнему отказывалась отпускать Линьфана. Господин, ты тоже посиди со мной. Господин, ты сядь рядом со мной. В этот момент они оба снова начали спорить. Глядя на них обоих, Линьфан заговорил. Теперь хорошо. Эти стулья не для вас, девочки, чтобы сидеть. Вы оба, выбирайте по одному и ложитесь на живот. А, Джи Ца и Тит Зюлин.